Девушки отдыхают 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 поэтому есть проблемы по игре и у них поэтому я считаю что хоть и фаворитом шахтер остается конечно в нашей игре но мы очень надеемся немножко испортить им спокойную жизнь еще раз добрый день уважаемые телезрители витебск чемпионат республики беларусь по футболу витебс шахтер увлекательное зрелище которое мы с вами можем наблюдать ближайших два часа в прямом эфире благодаря радиокомпании витебск мы ваши комментаторы дмитрий ваненков виталий сапроненко приветствуем вас и надеемся что мы сегодня увидим великолепный матч да всем привет ждем и большого футбола один из центральных поединков наверное не только этого тура но и всего чемпионата тем более что буквально вот в эти секунды приходит просто мега новость из минска динамовцы минска играют ничью со славе 0-0 и это значит что они догоняют стрегорский шахтер турнирной таблицы ну а по личным показателям и по-другим обходит у нас горняков ну и это значит что сегодня витебске будет очень и очень жарко конечно шансы определенные для шахтера сегодня многое решит чемпионате но и для витебска как мы знаем задачи стоят в сезоне очень и очень амбициозной и команда не собирается сдаваться и даже вот эта неудача с борисовым 1-3 да на выезде команда показала в принципе временами очень и очень добротный футбол и поэтому думаю что сегодня будет очень и очень жарко ну и несмотря на вот этот наверное небольшой плюсик который у нас за за окном но мы пока поговорим о стартовых составов и так шахтер иван караджев легионер 73 номер в воротах у нас у шахтера сергей матвейчик номер 3 алексей янушкевич номер 5 бруко 6 эдгар лихнович 7 александр слява номер 8 николай януш номер 10 денис лапцев 15 павел рыба капитан команды 18 юрий ковалев номер 23 ну и максим бродачев номер 26 главный тренер марок зуб что касается футбольного клуба витиск главный тренер сергей михаил щитинский выставил сегодня такой состав первый номер 16 андрей щербаков алексей залезкий номер 2 артем скитов капитан команды 4 михаил бабича под шестым виталий квашук номер 7 рафаэль лидес мы номер 10 антон матвиенко под 11 номером под 17 михаил козлов никита наумов 23 олег грамушка 25 николай золотов 35 ну и как я уже сказал главный тренер сергей михаил ясинский ну и представим еще действующих лиц сегодняшнего матча это судейская бригада главный тренер главный судья у нас сергей цинкевич и это очень будет интересно посмотреть за его действиями потому что но ходит такое поверье что фартовый судья он для солигорчан но прежде всего потому что очень много матчей на обслуживание очень много судит и были такие в прессе некоторые поползновения по поводу значений ну ничего страшного посмотрим как в это как все получится в игре евгений романов из могилева и его земляк виталий малютин помогают сегодня у нас главному арбитру ну и инспектор матча юрий кунцевич да ну я бы еще ответил что четвертый судья у нас сегодня это евгений соколовский ну что считанные минуты остаются до сегодняшнего матча вититки сегодня прекрасная погода солнышко температура все для футбола ничто не должно мешать газом в идеальном просто состоянии удалось нам с виталием перед матчем походить по полю лишний раз убеждаемся что вот эта титаническая работа которая на протяжении сезона осуществлялась она дала свои плоды потому что даже футболисты отмечают что в витебске в такое время такого хорошего стадиона не в газон они уже давно не видели то есть ничто не должно меня мешать командам шахтер как виталий уже сказал как сергей мисурагин перед матчем репортажа рассказал борется за золото витебск борется за то чтобы все таки доборется борется конечно шестого да и все те разговоры которые сейчас пошли что витебску там ничего не нужно абсолютно я думаю что это чушь и будет бороться витебчане тем более как ты уже говорил и все знают это очень противо это очень принципиальное противостояние солигорска и витебска ну и сразу два игрока у нас с корнями да солигорскими это вергейчик сегодня и тимошенко в запасе ну и есть матвеенко правильно не ну есть еще во первых николай золотов который некоторое время провел в структуре футбольного шахтера ну сегодня да много чего интересного осталось уже несколько минут команда уже на поле сейчас мы с вами прослушаем государственный гимн и после него вернемся уже на поле и будем наслаждаться самим футболом и и Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Я был абсолютно уверен, что Динамо сегодня победит Что Шахтер побежит с первых минут А вот теперь в свете этих последних неудач Минчан Очень любопытно будет посмотреть за тем Как будут разворачиваться события именно со стороны наших гостей Может быть и ничей хватит Я понимаю, что Баты потенциально еще очень серьезно может нагнать Еще неясна эта ситуация с апелляцией трехочковой Но по такой игре мы с тобой отмечали Что может быть даже и неплохо Что сегодня Шахтеру нужно кровь из нас убрать очки у нас Поэтому наверняка команда будет и давить И по стартовому составу Хотя бы потому, что сразу два острых нападающих Такие как Януш и Денис Лапзев У нас в стартовом составе Это говорит о многом А с той же стороны мы смотрим, что увидим сегодня Фактически пять номинальных защитников И это говорит о том, что скорее всего Наверное, построим сегодня игру мы вторым номером Потому что нелогично с таким Шахтером На мой взгляд, конечно, играть в отокривающий футбол Поэтому Честно, тяжело предположить, что будет сегодня Виталий, ну сейчас от простановки игроков Видно, что в защите у нас такой некий треугольник В лице Наумова, Крамушки и Залевского Наумов чуть ниже, Залевский левее Крамушка справа Ну вот, свисток арбитра, матч начался Ну, по краям Золотов и Скитов Как мы понимаем, наверное, это будут так Как сейчас можно говорить, вингеры, да? Ну да, вот придется, кстати, сегодня у нас Противостоять Скитову очень с таким серьезным дуэтом Это Бордачев и Ковалев, да? У Шахтера Я думаю, что этот фланг будет, конечно, сегодня преобладать В плане атаку Шахтера Ну, что касается вот этого центра, да? Вздвоенного, так, такой башни, да? Баскетбольной, можно сказать, терминологии То вот видим, что Лаптев такой ярко выраженный форвард Ну и Януш под ним Ну и самое интересное Лидесмо в роли нападающего Да, Лидесмо в роли нападающего Это тоже говорит о том, что, наверное, сегодня все-таки будем мы Стараться больше обороняться Ну и насколько мотивирован Шахтер Думаю, последние эти неудачи И последний разговор о том, что команда проигрывает все, что можно В таких вот контровых партиях Серьезный удар по амбициям Шахтера И поражение вот это 0-1 от Динамо Так что веселенький футбол, я думаю, будет в Витебске Но вот сумеем ли мы задавить, да? Вот эти вот мощные края, мощный центр Ну это вопрос хороший Ну, время покажет Пока что давай смотреть Возвращаясь к составу Витебска и его схеме Вот сразу же атака Януш у нас прорывается вперед И очень опасный штрафной Уже на второй минуте зарабатывает Шахтер Вот о том, чем я говорил Очень сильны эти нападающие Оба и Лаптев и Януш Тем, что фактурные ребята Если они, что называется, разогнали эту свою массу То остановить их без фола очень-очень тяжело Ну, здесь фол такой, конечно Я думаю, все-таки бесспорный Потому что проиграл позицию витебский игрок Ну и вот уже очень-очень опасно Еще раз повторюсь Есть очень хорошие мастера Исполнять эти стандарты в Шахтера Ну и там всего лишь, наверное, метров 16-17 У нас, да? 17 метров, я думаю, у нас Мяч стоит Фактически с самой-самой точки Перед штрафной Ну вот смотрим И что Януш у мяча И Эдгар Олехнович Тоже очень знаменитый исполнитель стандартов И смотрим за действиями Андрея Щербакова Который вернулся в ворота Предыдущий матч в боте проводил Дмитрий Гущенко Теперь опять Щербаков Смотрим Олехнович, удар Застревает мяч в стенке Отлетает игроку Шахтера И 1-0 Да, вот мы о чем и говорили Алексей Янушкевич открывает счет матча На третьей минуте Очень и очень такой штраф-флой Где тяжело было отбиться Ну и вот все ваши предмачевые расклады Да, они фактически Рушатся Потому что Шахтер забивает очень быстрый гол Посмотрим и повтор Да, там сразу и Янушкевич был И Селяву мог добивать В общем, очень неудачное начало И 1-0 в пользу Шахтера Неудачное для Витебска Удачное для Слегорского Шахтера Ну и вот теперь посмотрим Как же будет Витебс перестраиваться Смотрим и вот атака Сразу же практически идет Скитов в центр штрафной Но там надежно играет защита Это был Сергей Матвеевич Иванов Янушкевич Далеко вперед Ну и вот теперь любопытно будет Знаешь, посмотреть на за Шахтером Нужна ли ему эта сдвоенная башня Теперь при том, что уже счет открыт И как будет теперь действовать Януш прежде всего Потому что, видимо, Лаптев остается На своей позиции Ну, более интересно мне посмотреть Что теперь будет делать Витебск Учитывая, что вся надежда, я так понимаю Вот эти пять защитников было на то, что Быстро не пропустить Да, что теперь делать Ну, это Бордачев пока Я думаю, Ясинский придумает что-то Отли Дезмо уходит Или Дезмо Бордачева так сбивает Да, третья минута стала несчастливая Для Витебчан И счастливая для Алексея Янушкевича Как-то так камерная обстановка Сразу на стадионе Явно, конечно, не ожидали болельщики Вот этого начала Бескураживающего Ну, наверное, если вернемся мы К тому фолу злосчастному То Досмотрим атаку Это у нас, опять же, Николай Януш Козлов против него играл И мяч у Шахтера Остается, да Если говорить, опять же, о том фоле Ну, хорошо, Януш укрыл корпусом мяч И пришлось так его сваливать Игроку Витебска Ну, и вот 1-0 Бордачев Фактурные ребята у Шахтера Мы отмечали это, наверное, на предматчевой разминке И Бордачев, и Януш, и Лаптев Вот на Лаптев идет эта передача Но не добирается Денис до мяча Очень хорошо начал Шахтер Я бы сказал, вот так мощно Пока что ничего у хозяев не получается А солигорские футболисты так вот По-хорошему зло атакуют Уже забили мяч И, скажем, пока что доминирует Ну, а я бы отметил, что начало матча Однозначно за гостями Да, пока Возразить этому очень-очень тяжело Но я наверняка повторю свою мысль Знаю, это уже Шахтер о том, как сыграла Минская Динамо И, конечно, тяжело будет держать Горняков Смотрим дальше Это у нас так Карамушка, да, по-моему, выбивал не совсем удачно Или это был Наумов Никита Наумов Да Ну и вновь, посмотри, как ставят корпус у нас Лаптев Бордачев Открывается у нас Ковалев Получает передачу и вновь падает И вновь фол Ну, отметил, что Санкевич был в трех метрах от Мордачева Санкевич был в трех метрах от Мордачева И основания ему не доверять нету Да, Виталий Ковашук сфалил Как здорово, смотри, всей семьей на футбол, да И вновь Януш И вновь у нас Олег Нович Смотрим на повтор Давай посмотрим Да, пробросил, конечно, в этой ситуации мяч Юрий Ковалев Такая маленькая звездочка белорусского футбола Подрастает в Солигорске Ну, может, кому-то показалось, что симуляция, но, на мой взгляд, все-таки фол был И вновь Олег Нович, и вновь хороший удар И подбора Нету подбора, да Да, и вновь попытка ударить Ну, знаешь, вот шесть минут сыграли Наверное, Виталий Ковашук ни разу еще так и не подошел толком к владениям Шахтера А вот Шахтер уже минимум 3-4 удара нанес И в створ Один прошел на третьей минуте И счет 1-0 Бардачев сейчас будет выполнять Ну, а чем я тебе и говорил, Дим? Да, сразу фланг этот заработал Где Бардачев и Олег Нович И, вернее, и Ковалев Тяжело придется нашим ребятам здесь Вновь Бардачев Бабичев перехватывает мяч Да, вот здесь Лапцев не успел дойти Скитов-Залезский В квадрат поиграли футболисты Витебска Очень хорошо Но вот последняя передача Козлова на Бабичева А там Януш, да Стоял Николай Януш Здесь уже, конечно, падать не нужно было Здесь ничего не было Да Нужно Ковалева подниматься Ну и посмотрим мы еще раз за ударом Попадает мяч в стенку И вот здесь вот на повдоре, подборе никого из футболистов Витебска И очень хорошо, что не получился удар Да, Александр Селява наносил Этот удар Что-то не везет нам в последнее время, конечно, в противостоянии с Шахтером Хотя были яркие очень ничьи Помнишь, 2-2, когда, наверное, еще Кирилл Вергейчик нам забил Играя в составе Солигорска Тогда ушли от поражения Буквально в самом конце у нас Приезжие футболисты, но после этого как-то так не очень удобно Не очень много мы забиваем и пропускаем довольно много Ну и в первом, наверное, круге поединок приходит на ум Там, конечно, Шахтер был очень-очень хорош И еще там был, насколько я помню, 0-2 Но при этом Горняки много моментов имели По делу тогда они выиграли, скажем так Ну, конечно, у Витебска сейчас Лидесмот получает мяч Тяжело отобрать мяч у Витебского бразильца Да, сохраняет Рафаэль Поднимает голову И вперед Такой хороший наброс На Николая Золотова Посмотри, как оказался наш защитник где Ну, Виталий, вот эта схема с пятью защитниками Говорит о том, что крайние защитники Скитов и Золотов Должны очень активно подключаться к атаке То, что Николай сейчас был штрафной Ну, скажем так, абсолютно меня не удивляет Матвиенко с Золотовым пытались сыграть И фолл, да, был так? На коротке, но не получилось, да Отмечали мы, наверное, тот факт, что у Витебска просто зубодробительная концовка Там и Батэ, и теперь Шахтер И впереди еще Минская Динамо И Ислыч, который в настоящий момент И Слуцка, да, и борется за выживание Там буквально два-три балла остается И Слуцк, поэтому, конечно, тяжелого будет Очень футболистом Витебским И нельзя здесь, наверное, говорить о том, что Какой-то результат можно запланировать Потому что все-таки соперники Из крутой категории, знаешь Если не за чемпионство, то за выживание Еще неизвестно, с кем тяжелее играть в такой ситуации Как-то так Шахтер подуспокоился Забив мяч И вновь там Максима Бордачева Идет передача Бордачев поднимает голову Ну и, наверное, назад Через своего защитника играет Павел Рыбак в центре мяча Перевод на правый фланг Все точно Получил футболист мяч Селява Рыбак Ну и, наверное, Бордачев Да, вновь Максим у нас с мячом Смещается в центр Максим Ищет варианты продолжения таки На кратке Бабичев ошибается Там Лаптев спустился за мячом Отбросил его на Януша Вновь Лаптев Активен Денис Лаптев Ну и вновь перехват футболистов Шахтера Седьмой номер Это у нас Эдгар Лехнович Да, так раскатывают как тесто пока Вот эти атаки Футболисты Шахтера Попытка делать навес неудачно Практически все футболисты Витебска В своей штрафной Атакуют Шахтер Пытаются играть широко Растягивать оборону хозяев Да, такой синий островок Среди желтого Это, наверное, только Лидезмо Который в центре поля практически находится Недоволен бразилец тем, как складывается мяч Да, он хочет играть больше с мячом Хочет раздавать передачи А пока что ему приходится выполнять такую тяжелую работу Без мяча, которую никто не любит Атаковать защитников Солигорска Чем очень неприятен этот гол еще, наверное, тем, что Шахтер, наверное, самая такая команда в плане Умения играть по счету Вышкаленная, я бы сказал, еще тут Школок со времен Вергейчика И очень тяжело отыгрываться против Шахтера Вот если Шахтер быстро не забивает, да, если пропускает То там вот есть какие-то вопросы всегда По реализации, потом по характеру матча Но если, конечно, забивают первыми Тяжеловато против этой команды играть Знаешь, я так навскидку даже не вспомню В этом чемпионате кому так удалось Пропустив первым, обыграть Шахтер Бордачев против Бабичева Залезский Опять мяч попадает к Бордачеву В центре поля Лаптев Поднимает голову, наверное, будет финтить и будет бить Слева ноги бьет Денис Лаптев и 0-2 Да, вот это начало совсем уж неприятное Но я отмечу удар Лаптева, да Ну и все-таки хотел бы посмотреть повтор И позиция Щербакова Вот с нашей комитетской кабины Не был такой удар, уж не берущийся, да, мне кажется? Ну вот здорово Смотрим, здесь он обыгрывает Наумова Вырывает буквально мяч Далее Карамушка И с левой ноги хороший удар, худящий Ну, ты знаешь, есть вопросы к Андрею Щербакову Ну, немножко я, знаешь, подпрыгнул мяч, конечно, перед Андреем И вот крайне неприятное начало для нас продолжается 0-2, а уже Витебск проигрывает Ну что, я думаю, что, может быть, уже о замене начинает задумываться Ясинский Потому что видно, что пока эта схема, ну, абсолютно не работает Шахтер просто доминирует на всех участках поля Забирает мяч, там, наверное, владение сумасшедшее просто преимущество Итак, 0-2, 12-ая минута матча Денис Лапцев Итак, Януш Денис Лапцев В истории, в карьере которого был даже кратковременный просмотр в составе Витебска Но не подошел тогда он Да, давно это уже было Не подошел он тогда Вот сейчас вот забивает за Шахтер Интересно, как же он не подошел тогда, да? Ну, это было очень-очень давно Очень давно, конечно, было Это на самом заре карьеры Дениса Лапцева Теперь, конечно, он любит и умеет забивать, и много забивает Хотя тоже парень такой, не без скандала Не без всяких таких историй, которые его постоянно преследуют Но Форн, конечно, талантливый И спорить с этим, я думаю, очень-очень так не нужно Потому что даже а то приглашение в Тосно, да? Которое было с чемпионата Беларуси Не каждого игрока берут у нас в Россию Да, прошли те времена, когда футболисты, наши футболисты Играли в высшей лиге российского чемпионата Десятками, да? Сейчас попасть уже в Россию считается очень большой задачей Они уезжают в Россию, но только через какие-то другие клубы, да, скорее 14-е минуты матча, угловой Наумов первый на мяче Да, причем отметим гол Лаптева, да? Обыграл наших двух центральных защитников Два таких столба, да? Что Наумова, что Карамушков Очень легко, конечно, обыграл Причем очень легко, да, ты знаешь? Очень, одним движением убрал Наумова, да? Ну, там больше так получилось, что вырвал мяч Ну, а Карамушку, конечно, вообще одним движением отправил гулять Ну, и все-таки осталось при своем мнении, что Ну, Юрия Геннадьевича Васютина, тренера вратарей футбольного клуба Витебска, наверное, должны быть вопросы к своему подопечному Ну, много как-то Витеб стал пропускать в последнее время Очень неприятная тенденция Ну, еще раз повторюсь, что здесь Давай говорить все-таки об уровне соперников Которые сейчас у нас есть Будут Но, с другой стороны, Витебска Та команда, которая фактически может в этом сезоне решить золотую интригу Здесь, конечно, мяч вернут Потому что не вышел он с пределов Шрафной Так разыгрывать нельзя у нас Удар от ворот Грустненько пока у нас на трибунах Только фанаты поддерживают команду Ошеломляющее начало для витебских болельщиков и для футболистов 15-й минуты матча 0-2 Витебска, Шахтер Скитов Залезский Наумов На Карамушку Ну, вот, посмотри, как-то так стали больше растягивать оборону Стараться витебчане И хорошая передача по ОМУ Передача на Матвиенко Антон входит в штрафную Будет обыгрывать и бить Заблокировали удар Антона Ну, вот первая опасность И продолжается атака Здесь было тоже тяжело Ну, вот Неплохо Посмотри-ка, вот Мы с тобой отмечали, что 15 минут матча прошло Еще ни одного момента не было Сразу витебс так огрызнулся по-хорошему И вновь фол Как-то много уж фолят наши футболисты Против Олихновича Против Олихновича В центре поля Получил по ногам Ну, да, вот это вот Троица Януш, Лаптев, Олихнович Они, конечно, потрясающе ставят корпус Мы пока смотрим повтор Чуть-чуть Не попал по мячу Артем Скитов Ну, и вновь крайний защитник оказался на позиции Фактически центрального нападающего у Витебска То есть, несколько минут назад мы видели там Золотова Теперь мы увидели Скитова Что позволяет говорить о том, что это, скажем так Не какая-то вольность со стороны футболиста Не румоустановка тренерская А, скорее всего, указания тренера, да Ну, а тем временем Александр Селява назад на Рыбака Рыбак на Бордачева Ну, наверное, Ковалев, да По традиции Ковалев Отыгрывается с Максимом Бордачевым Селява И вперед Там Олихнович Ну, и здесь уже опасно играет игрок Вернее, не будем тавтологии повторять Опасно играет у нас футболист Шахтера Игорь Бурко Достается Золотову Да, показывает, что играл Не специально, наверное Но, коли от этого не легче Может быть, и лицо разбито У Николая Золотова Такой нокдаун получил Футболист Витебска Ну, и вот Сергей Михайлович Ясинский Есть о чем подумать Лидесмо Ну, вот Рафаэль Лидесмо Наконец-то с мячом На коротке с Квашуком Квашук Лидесмо Пас на Квашука Не понял Виталий Бразильца Я думаю, Дима, даже если бы понял Там Такая передача Для Болта, наверное, была Наумов Лидесмо находит Что-то стало получаться Хотя бы не стало держаться Да Скажем так Впервые на 18-й минуте Мы увидели что-то такое смысленное Ну, хотя вот эта Недавняя комбинация Когда Матвенко ворвался в штрафную Тоже, можно сказать Но сейчас Артем Скитов Да, наш капитан в этом поединке Наш капитан Уже второй Второй матч подряд, да Нет, даже больше Ну, ладно Квашук По-моему, в Борисове Тоже был у нас Скитов Это несмотря на то, что Гущенко был Да Мы сейчас с тобой заметили этот факт Показалось болельщикам, что была игра рукой Ну, и Янушна Лаптев Ну, а это желтая карточка, конечно Тут Залеский однозначно получит горчичник 19-я минута Первая желтая карточка Получает ее Алексей Залеский А что здесь еще оставалось делать? Опять же, отметим тот факт Что обыграл фактически корпусом Лаптев своего оппонента Ну, их так Опять начинал разгонять свою Массу Вперед Ну, а то, что способный Форварда Шахтера Набирать эту скорость Убедились мы все и на второй минуте Тем временем Витя продолжает играть в меньшинстве Потому что Николаю Золотову на дальнем На дальней бровке оказывают Медицинскую помощь Ну, по-моему, кровь все-таки есть У Николая Золотова Наверное, или губу разбили, или нос Я скажу так Что Николай Золотов Что Артемский Да и все футболисты Что бы там ни было Если будут шансы продолжить игру Они все пойдут в бой Я думаю, что Николай вернется В любом случае Да А, голову разбили Смотри, вообще голову Перевязывают, да? У нас Николая Тем временем Шахтер начинает свою очередную атаку И вот, смотри Попытка сыграть на прием Так, на столба Такой мини-футбольный прием У нас на Лаптева Но не доходит передача Ну, а здесь мы видим Мужественную фигуру Николая Золотова И медицинский штаб Питерчан И вот Януш Передача на Ковалева Ковалев против Скитова Смотри, сразу двое игроков Скитова, Золотова Тяжело отобрать мяч у Ковалева И выигрывает мяч Ковалев И здесь едва Едва передача не доходит до Лаптева И попытка ударить Это у нас Александр Селява Ее предпринимает Контролировал ситуацию Андрей Щербаков Ну, вот он, Юревич Да, опытнейший Вот он, Марек Зуб Ты знаешь, абсолютно Незаметен Антон Матвиенко В эти 20 минут Левый фланг Все-таки Как-то менее заметен У футболистов Витебска Ну и вновь передача Очень неудачная Лаптев играет в подыгрыш На Селява Удар И Да, очень и очень близко были Горняки к тому, чтобы забить Третий мяч Но Щербаков Скорректировал полет этого мяча И благодаря ему Третий мяч не залетел в ворота Давай смотреть Селява опять выигрывает борьбу Бьет Нет, там не Щербаков Там, по-моему, 17 номер Это Михаил Козлов От него пошел От него пошел рикошет И мяч за линию Но ты посмотри Януш набегал И Мог, конечно, и Николай Замыкать Этот прострел Что ж Очередная опасность У воротов Витебчана И вновь Лаптев выигрывает Мяч и набегает футболист Шахтер И буквально с линии ворот Выносит мяч Щербаков Это у нас Павел Рыбак Капитан команды Оказался на позиции Центрального нападающего Очень-очень много Мы позволяем В первые минуты Нашим гостям И ты знаешь, Дим По такой игре Можно и много получить Уже в первом тайме Смотрим Лаптев здесь выигрывает борьбу И вот Рыбак Да, все-таки Не доберись Рыбак до мяча Я думаю 0-3 Уже мы видели В первом тайме Стандарт уже с другого Фланга И вновь Передач идет На Януша Здесь ли Дезмо Толкали его в спину Ценкевич не заметил Козлов на Матвиенко Матвиенко на Золотова Очень легко нам сейчас будет Николая узнавать Ну, я думаю Это вторая желтая карточка В этом матче Должен быть последовательный Ценкевич Да, и желтая карточка Ну, конечно Фалил Это у нас Павел Рыбак Капитан команды Вот и он уже Так, на желтую карточку Присаживается у нас Две абсолютно одинаковых Карточки В этом поединке Пока у нас получили Футболисты Гасили такую Перспективную атаку Рафаэль Лидезмо Готовится Исполнить этот стандарт Ну, посмотрим На волшебную левую Рафаэля Хороший, кстати Навес Но там не добирается Футболист Витебска Рафаэль Повторяй Хорошая такая закидушечка Вперед Но было вне игры И плюс ко всему Иван Караджич Очень уверенно сыграл Караджич Очень уверенно сыграл Извиняюсь Тоже большие вопросы Были по Ивану Караджеву Знаешь, мне запомнился Его гол Который, вернее Он пропустил От Борисовского Батэ Когда команда Играли в Солигорске И проиграл там Шахтер по всем статьям 0-4 Так вот, первый гол Он там запустил Со штрафного Наверное, метров 40 И после этого По-хорошему поплыл Шахтер Но при этом Ты знаешь, Виталий Я остаюсь при своем мнении Что Зачем нам в Беларуси Вратари-легионеры Которые наголову Не сильнее Своих местных вратарей Ну да, Бушма Бушма вратарь Второй Солигорская Это тоже человек Поигравший Малерма в резком Динамо Ну, Малерма уже, по-моему, нет По-моему, вновь Не было ни игры Кстати, посмотрим За моментом Золотов, наверное, не совсем Поверил, что не было Положение офсайт Ну, а вот Караджев Нет, Дим Почему? Караджев очень серьезно Помогает команде Такой уверенность в себе Парень Ну, конечно, ляпа И у него случается Бардачев пошел В очередной рейд Очень тяжело Максима остановить Пактурный парень На коротке, наверное, с Ковалевым Нет, не ушел Ничего Бабищев не мог сделать Против Бардачева Сохранил он передачу И Шахтер атакует Уже другим флангом Да, Рыбак Янушкевич И попытка сыграть Золотов проваливается Посмотри, вот Лаптев уже Уводил защитника Витебска А в этот момент Подключался еще один игрок Шахтера И он как раз-таки Нанес удар Генеральный партнер Витебская бройлерная Птицефабрика Я хочу отметить Михаила Бабичева Который помешал Этому удару Футболиста Солигурского шахтера Ну и вот Лидезмо Знаешь, абсолютно Потерялся Лидезмо На поле Ну Ты знаешь, вот этот Первый опыт Использования Лидезмо Не в качестве разыгрывающего А в качестве Нападающего Ну, на мой взгляд Пока что он Не совсем удачен Тяжело ему играть Без мяча Ты знаешь Вроде как Открывается Но Опять повторю Владение Это полностью За прежними футболистами И тяжело стоять Да И тяжело бегать Когда мяч не доходит Ну, Виталий, смотри Мы с тобой Два матча подряд Вживую Смотрим Витебск Первый Предыдущий матч С Батэ Это с Шахтером Скажи Кто из этих команд Которые претендуют На чемпионство Тебе понравился больше Ну, знаешь, Дим Пока, конечно, Шахтер Выглядит повнушительнее Полностью с тобой Соглашусь Да, в Борисове Тоже, конечно Батэ был сильнее Но сегодня Гораздо впечатляет Не было такой мощи Это значит Давай, Матвиенко На Лидесмо Лидес поднимает голову Назад на Антона Матвиенко Входит Матвиенко в штрафную Надо бить, Антон Или падать Это желтая карточка За симуляцию Наверное, нет Мне кажется, желтый Потому что сыграл И в мяч, и в ногу Одновременно футболист Шахтер Ну, конечно, пенальти и не было Смотрим футбол дальше Да, мы, конечно, посмотрим Повтор Но, по-моему, там уже сразу Или Дезмонд Ну, что, пробьет Или за штрафным пошел, да, Рафаэль? Пошел, но он не в ту сторону Он не в ту сторону, да Ну, очень картинно, конечно Падал Матвиенко Ну, конечно, картина, посмотри Давай еще раз посмотрим Здесь смотрим Нет, мяч сыграл, конечно Чистейший, да Мяч сыграно Хорошо еще, что судья Не дал желтую карточку Давай, возвратимся Если к матче в Борисове То там, конечно Таким прессом не выглядел Батэ Батэ играл здорово Играл так На кураже Да, за счет каких-то там Интересных комбинаций А здесь же вот настоящий пресс Вот эти 27 минут Которые уже практически сыграны Мне кажется, что вот Просто Шахтер давит, давит, давит Методично расшатывает оборону Ну, конечно Давай отметим тот факт Что быстрый гол Так руки развязал Горнякам Еще раз повторю свою мысль Которую я говорил в начале поединка Что когда Шахтер не забивает быстро И не забивает первым Это немножко другая команда Ну, конечно Если бы оценивать игру Витебска То прежде всего Надо вспомнить Непреложную истину О том, что Команда играет так Как позволяет соперник И то, что сегодня Витебс, скажем так Выглядит слабенько Ну, наверное Я считаю, что в первую очередь Это заслуга Шахтера Ну и вновь Смотри, как Спокойненько выходит Шахтер Через передачи Из своей штрафной Да, и пытается На чужую половину поля Теряет мяч Ну и сразу буквально Накрывают футболисты Витебсчан, знаешь Не стесняется Шахтер Так фалить в центре поля Дабы сбить Какую-то такую спесь Да, с Витебсчан Их кураж Которого и так Не очень много сегодня Ну и посмотри Где Лидезмо оказался Вот он Нападающий Фактически наш сегодня Здесь неудачно Квашук Отдавал на Рафаэля Но и здесь нужно Бежать обратно Нет, не достанет Ковалев Может быть стоит Сделать некую рокировку Рафаэля немножко Подтянуть Опустить в центр Чтоб он мог раздавать А вперед Матвиенко выдвинуть Ну, опять же Это дело Да, это дело Это тренерское дело Но, конечно С пятью защитниками Тяжеловато пока у нас Ну, сейчас по ситуации Смотри Вот сейчас нету Вне игры, по-моему Мне показалось Вне игры И оказался у нас на позиции Кто нападающего Как раз таки Матвиенко Я думаю, что Может быть Ясинский Подсказал Что Меняться нужно Лидезм и Матвиенко На острие Ну, опять Вот Когда сейчас идет атака Видим, что Лидезм Остается В центре Ну, и вновь Горняки Вперед Отбивается Ветебчане Как-то, знаешь Так, поатаковали Одним флангом Бордачева Да, теперь уже Солигорск перешел На атаки Другим флангом И уже давно Мы не видим ни Ковалева Ни Бордачева С мячом Говорит о том, что Много вариантов Конечно, у Шахтера Хорошая такая аритмия Да Да, вот Бордачев Поднимает голову Ищет варианты Опять, посмотри Пивной фланг Принимает мяч На линии штрафной Ему С носочка Так, аккуратненько И с носочка Ударил Одним движением Буквально Денис Освобождается От опеки Козлов Но вот здесь Вот Кавашук Стартовал Не туда Не в ту зону Смотрим И смотри Раз Одним касанием И сразу С левой Лидезмо Перехватывает мяч И Попытка Заворотник Забить Караджеву Да Ну вот смотри Из первого раза Караджев Установил мяч Такое было Судорожное Маленькое движение Еще раз Повторяю свою мысль Что Иван При всем его Мастерстве Несомненном Бывает Способен На чудеса В воротах Поэтому нужно Конечно Витебчанам Его тревожить Тем более Зная что У Лидезмо Какой удар Да у нас Необычный Для белорусского футбола Есть у кого Бит Вне игры По-моему Был здесь у нас Лаптев Вне игры 30 минут Сыграно Витеб Шахтер 0-2 Знаешь Такое вот ощущение Что Витеб Только-только-только Начинает Приходить в себя От этого Начала матча Потихонечку Что-то у них Начинает получаться Такое ощущение Что знаешь Какая-то дрожь В коленях Прошла И теперь уже Ребята начинают Играть Вот здесь Передача На Кашука Давай посмотрим Нет Не игры Кстати Неудачно Неужик Вашук Обыгрывается У оппонента Но здесь Бардачев Опытный Максим Бардачев Смотри Как не стесняется Да Он так Постоять Подождать Практически В центре Своей штрафной Говорит о том Что уверены Пока футболисты Шахтеры В своих силах Поэтому Я думаю Что нужно Как-то их так Подпрессовать Все-таки Да Нашим футболистам Смотри Говорит о том В прошлом году Насколько я помню Забил он нам 1-3 Проиграл тогда Витебск Дубль был Януша Тоже Опять ничего Не могут сделать С Лапсевым Ну Дима Помнишь в том году Тоже было начало 2-0 Сразу Януш Одинаково гола Завил головой Тоже в первом тайме И тоже Насколько я помню В эти ворота Может быть ворота Все-таки Нужно другие брать В матче с Шахтером Ты думаешь Дело в этом Да Вот эта желтая Должна быть На мой взгляд Ну Вселябну предупреждает Арбитр Ценкевич Сегодня Очень принципиален И последователен Для футболистов Шахтера Вот эти желтые карточки Могут аукнуться Потом в конце чемпионата Потому что знаем Что уже Определенная дистанция пройдена И такой груз Накапливается От этих желтых карточек Вот и сегодня У нас из дисплеекации Не играет Артем Соловей Получивший четвертую Желтую карточку Бориса И поэтому Так-то и наверное Поэтому я думаю И так протестовался Лява против этой Желтой карточки Кстати неплохо Соловей выглядел Матч из Бате Поэтому можем сказать Что все-таки Это потеря Квашук Лидесма Один с мячом Можно бить Рафа Рафаэль Центр Ну такие пенальти Наверное не дают Ну а здесь фол Здесь такое желание Через край Билого витебского футболиста И он так От большого желания Взял и Рыбаку Рыбанул по ногам Капитан недоволен Завелся Павел Рыбак Ну Павелу нужно успокоиться Желтая карточка у него уже есть Здесь конечно ничего не было Здорово Рыбак сыграл И в этом эпизоде Ох как здесь тоже у нас Кто там Николай Золтов Вкатывался Да Ну и тренерский штаб у нас В Солигорце Интересно конечно Посмотреть на Легендарных личностей Да здесь у нас Юревич Помнишь Виталий Когда мы комментировали Несколько лет назад Юревич еще играл Как мы с тобой отмечали Еще в том году играл по-моему Ну и конечно Калинько Легендарный вратарь сборной Латвии Участник чемпионата Европы Мяч у Козлова Уважаемые болельщики Вчера встречались дублирующие составы команды Витебска и Шахтера Матч закончился в ничью Со счетом 0-0 Да вчера встречались дублирующие составы Витебска и Шахтера Там была боевая ничья 0-0 Все время Витебск пытается Выйти со своей половины поля Ну посмотри, как активно прессингует Виталий, посмотри 6 человек на поле Витебска Прессингуют уже своей штрафной Не дают им выходить Бабичев Здесь против него Януш борется Выигрывает Витебчанин Это единоборство Артем Скитов Залевский Скитов Козлов Инна Щербакова передача Михаил Козлов Перед тем, как перейти в наш клуб Был на просмотре в Солигорском Шахтере Но Судьба его игровая сложилась так Что он перешел в нашу команду В этом году, знаешь Если выбирать из всех футболистов Я пока считаю, что Наверное, один из лучших у нас Козлов По сезону Такой Атомный Разрушитель Который все-все-все выжигает Все, что можно Здесь, конечно, тяжеловато Ему приходится Но Бабичев Без фола играет Да Лидесмо Козлов У Кувалева нужно, наверное, подниматься Очень много черновой работы, конечно Михаил На поле производит Не все Болельщики, которые Это футбол Так бы понимают Не все обращают на него внимание Некоторые даже говорят Что он один из худших Но Нет, нет Мне кажется, эти люди абсолютно не правы Тем временем еще Шахтер у нас идет вперед Бурко Смотри, какой контроль Мяча, да У Бурко Спокойненько Посмотрел Видит, что партнер закрыт Передача идет назад Бурдачев Но это никуда Конечно, передача И Карамушка Хорошо Но Матвиенко Ах, не дошла Передача Нет, здесь Селява И вновь Игорь Бурко Пытка сыграть в Касане Ну, а так пробежал Футболист Шахтера Доберись до мяча Было бы очень опасно Ну что, пресс Шахтерский пока не ослабевает Да? Как-то так, пару минут Витебск Очень хорошее впечатление Оставляет Селегурский Шахтер Ничего Хозяева не могут пока Что противопоставить Бабичев Ну, пару минут Я говорю, было такие Когда подпрессовал Немножко Витебск Ну, а Вновь Шахтер так Куделазаку Серьезно Натянул И Совсем мало шансов Пока по этой игре Я вижу Витебчан Что-то изменить В поединке Крамушка на Золотова Козлов Залезки Вот стоит открытый Наверное, ему передача пойдет Получает мяч Залезки через Лидесму Скитов Ну что Скитов пытался На Квашука Не получилось И Длинная передача За спину Наумову На ход Лаптеву Но не понял Лаптев Слово партнера Попахал уже Я думаю Немножко ее подустал Денис Все-таки Форвард Он не самый быстрый Прямо скажем Здесь больше За счет мощи Какой-то Выбора позиций Он играет Ну, ты знаешь Вот по последней минуте Есть такое ощущение Что по чуть-чуть По чуть-чуть Как бы Витебск Пытается Что-то сделать Козлов Выводит Скитова Артем Входит в штрафную Нет передача Здесь Лаптев Выигрывает борьбу Януш Вот троечка Это сразу Разбегается Ковалев Януш И Лаптев Ковалев Против него Залеский Ковалев Финтит И в дальний угол Бьет Мимо Это по-моему Нашему оператору Передача пошла Чтобы он не замерзал Там, да Отметил Да, смотри Как раскачал Ковалев И сразу же Моментально Носят удар В правой ноге Хотел, знаешь Закрутить В дальний угол Но не получилось Да, выцеливал Выцеливал Исполнение Явно Действовал Футболист Солигорска Ну его смотри Где Лидезм Где наш нападающий Передача вперед Нет, там тоже Все перекрывается На подборе Первый Селява Передача на Бурко Карамушка хорош И вновь у нас Ошибается Карамушка И Селява И Бурко Посмотри Есть позиция Для того Чтобы убежать Здесь ошибаться Ни в коем случае нельзя Ну Шахтер Мне кажется Немножко Стал отдавать Инициативу Отдавать пространство Какое-то Играть вторым номером Да Именно Только что Такое вот Совсем немножко Пространство Ну скажу так Пока что Абсолютно нет Каких-то предпосылок Что Шахтер Выпустит Ситуацию С своих рук Хотя Ты знаешь Один гол И все Поменяется С другой стороны Если Шахтер Этот гол забьет Наверное Выскажу свое мнение Что наверное В этом матче Уже будет все закончено Ну да Посмотрим Как пойдет дальше Развить этого поединка Пока 39 минута Витебский 0-2 Такой быстрый Быстрое начало У нас было Два гола Сразу влетели Команды подуспокоились Залезкий Лидесмо Разворачивается Рафаэль Находит Козлова Вашук Ну что Надо бить Виталию У него хороший удар Слевой Пас на Золотова Борьба Но проигрывает Николай Золотов Борьбу Игорь Бурко А здесь уже лавьте Посмотри Как Коршун Буквально нападает На наших защитников Постоянно под давлением Приходится им играть И тяжело начать атаку Такую акцентированную Лидесмо Это штрафной Но это далековато Для нашего бразильца В матче с Батэ К сожалению Закончилась Это голевая серия Рафаэль Лидесмо Когда он Три штрафных подряд Забивал Помнишь Виталий Дома-то еще есть Дома-дома 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 Серия Не прекратилась Все знают О бразильцах Что дома Бразильцы В гостях Бразильцы Это два Два разных Бразильца Поэтому Ну что Шутки в сторону Рафаэлю мяча Думаю Никому его не отдаст Ну Доворот На мой взгляд Метров сорок Хороших Мне кажется Поставлю на 530-35 Да Вот здесь с тобой Виталий Соглашусь Ну что Решится на удар Рафаэль Ну наверное Надо бить Рафаэль Если не получается Дойти до ворот Надо пытаться Издалека Ну да Давай посмотрим Что там за вратарь Солигорским Ну Нет Все-таки Такая закидушечка Вперед И подбора нет И 4 в 3 Сейчас будет Контратака Солигорского Шахтера 4 в 4 Уже Длинная передача На лаптево Нет Это Януш Любопытно конечно Последить за Янушем Который играет На позиции Полузащитника Такого фактически Да Или под нападающим Как это принято говорить Или даже Смотри По позиции Оказывается И у нас И фланговым Полузащитником Матвиенко Стали больше Мы произносить Эту фамилию После того Как немножко Его поругали Бардачев И вновь назад На Рыбака Янушкевич Передача у нас На Селяву Нет Это не Селява У нас был Это по-моему Матвеичек Рыбак Ну и Бардачев Наверное Да Вот Максим Получает мяч И спокойно Спокойно Пошла перепасовка Генеральный партнер Витебская бройлерная Птицефабрика Продолжает Шахтер Распасовку На своей половине поля Думаю Ждут уже Перерывы Горняки Потому что Такой Хороший задел Именно создан Очень тяжело Николая Золотова На фланге Приходится Против Игоря Бурко Против Александра Селява Который туда Смещается Ну Да Там еще И Олег Нович Частенько оказывается Знаешь Поначалу Шахтер Да Таковал Больше Левым флангом Ну Сейчас Видишь Вновь Лаптев Смещен Смотри Как Конечно Здорово Ставит Корпус Как Разгоняется Но Все-таки Мне кажется Знаешь Вот Отмечил Отметил Для себя Все-таки Неуклюшим Порой Бывает Так Выгребает Мяч Порой Загребает Как Веслами Ну Конечно Уже Да Если Мяч На ноге И Если Расстояние Позволяет Пробить То Серьезный Удар У Лаптева И Сегодня Он нам Это Продемонстрировал Лихнович Короткие Сыграно Третья Минута Янушкевич 12 Лаптев 2-0 Шахтер Януш Вот Посмотри Где Януш Получает Мяч И Сразу Металь Передачи На Ковалева Наигран Это Комбинация Ну Все Таки Да Николай Януш Не Совсем Думаю Распасовщик В Полном Смысле Этого Слова Поэтому Его Основная Задача По Такой Схеме На Мой Взгляд Это Принять Быстренько Отдать Открыться Может Быть Обыграться Через Стеночку Полезен Януш Несомненно Конечно Новый Амплуат Для Николая Но Нравится Мне Как играет Этот Все-таки Форвард Назову Его по Старинке Всегда Мне нравилась Его игра Много Забивал С появлением Лаптева Конечно По-новому Раскрывается Николай Козлов Бабичев Теряет Мяч Бабичев Возле Своей Страфной И Ковалев Здесь Не дают Ему пройти Бордачев Януш И за угловым Я думаю Пошел Нет Простреливает Опасно Было И вновь Там По-моему Лаптев Набегал Вот Витебским Фанатам Все еще Весело Думаю Расстраиваться Не нужно Совсем Не спешат У нас Прежие Футболисты Ну Наверное Это и правильно Последняя Минута Первого Тайма Ну Было Там Маленькое Повреждение У Золотова Оказывали Небольшую Помощь В центре Штрафной Был Эпизодик Небольшой Поэтому Минутку Накинем А тем временем Навес И Прощает Чудо Прощает Шахтер Сейчас Витебск Ты знаешь В этом сезоне Вот Первый раз Я вижу Чтобы оборона Витебска Была такая Честно говоря Беспомощная Да Набегал Здесь футболист Это по-моему Был у нас Все тот же Николай Януш Золотов Золотов Бабичев Лидезма С Бабичевым Вот что нравится В Лидезме Это попытка И старание И желание Играть в одно касание Конечно Много у нас Футболистов Беларуси Не играет Вот Именно в одно касание А здесь А Трафаэля Стояна Хашук на дальний фланг Нет Ничего там опасного Нет Дим Очень успокойный Футболисты Шахтера Ну и вот Караджев Наверное Второй раз За тайм Одну минуту Добавляет Резервный арбитр К основному Времени Первого тайма Так Караджев Ты знаешь Думаю С непривычки Можете Подмерзнуть По такой игре Ну тоже Посмотри Какой фактурный Товарищ Далеко Выбивает Мяч Наум Лаптев Выигрывает Верх Карамушка На Матвиенко Но И Бурко Посмотри Как здорово Пробрасывает На партнера Мяч Идет Прострел И вот Эдгар Эдгар Лехнович И 2-2 Не добирается Посмотри Как же На подборе Плохо играет Витебчане Бардачев И вновь Пас вперед Ну буквально Бомбардируют Они Нашу штрафную Этими забросами Матвиенко Теряет мяч Антон Очень тяжело Ему там было Что-то сделать Потому что 4 футболиста Шахтера было И все Первый тайм Подошел к концу Ну что ж 0-2 И знаете Выскажу Может быть Такую крамольную мысль Что Может быть Где-то даже Еще и повезло Что такое счет Пока Абсолютнейшее преимущество Горняков Посмотрим Его статистику Ну О чем вы говорите Удары Всего 1-13 Удары В створ 1-5 Угловые 0-3 Желтые карточки 1-2 Ну и красных Не было Что наверное Подождем Мы какое-то Интервью Интересно Будет Послушать За Участниками Матча И о том О чем Они скажут Ну прежде всего Конечно Хочется послушать Что думают Витебчане Как исправлять Такую ситуацию И очень-очень Не завидую В которой Оказывается Команда Ну Пока Честно Признаемся Мало Что получается У наших Земляков Ну и как-то так Знаешь Обреченно Уходят они Под трибунное Помещение Когда еще есть 45 минут Наверное Будут сейчас Повторы Забитых Мечей Опасных Моментов А пока Отметим Что Янушкевич И Лактев Авторы Голов В этом Поединке 0-2 И Шахтер Все ближе Ближе К чемпионству К заветному Тем более Еще раз повторюсь Сегодня Динамо Потерял очки Ну а вот Мы смотрим Третья минута Эдгар Лехнович Бьет И на подборе Янушкевич Спокойно Расстрелит Андрея Щербакова Ну а вот Момент Когда забивает Лактев Да Отмечали мы Что сначала Наумова Выиграет Потом Одним касанием Убирает Карамушку С левой ноги Удар Был такой Небольшой Отскок От газона Но и Щербаков Здесь конечно Не выручил 0-2 Становится счет В этом поединке Ну и после этого Шахтер продолжает Атаковать Были еще Селява Селява Бурко И вот этот удар От Игоря Бурко Ну и в самом конце Еще был Хороший момент У Солигорска Попади в этом эпизоде Януш И счет бы был Вообще Очень и очень Печальный Для наших Для наших Земляков Ну что ж Пока не будет Наверное С интервью Ну что ж Отдохнем Посмотрим рекламу Открытое акционерное общество Витебская бролерная птицефабрика Одно из крупнейших в Беларуси Но единственной в области Где мясо птицы Производится на промышленной основе С замкнутым Производственным циклом Это стабильное И эффективно Развивающееся предприятие Которое делает ставку На современные Уникальные технологии Выпуск широкого ассортимента Высококачественной продукции Из мяса птицы И удовлетворение Самых изысканных вкусов потребителей Продукция Витебской бролерной птицефабрики Это бренд качества И востребованности Признание подтверждено Многочисленными наградами Республиканских И международных выставок-конкурсов Витебская бролерная птицефабрика Член Международного клуба Высоких производственных достижений В птицеводстве Рос-400 Сообщество Созданное в Великобритании Для поощрения Заслуг бролерных производителей Деятельность Маркетинговой службы Направлена на изучение Покупательского спроса И продвижение продукции Предприятий на потребительский рынок страны И за ее пределы Во всем мире люди предпочитают Только свежие натуральные продукты Которые не подвергались Глубокой заморозке Длительному хранению Продукты без консервантов И пищевых красителей Витебская бролерная птицефабрика Постоянно заботится о том Чтобы продукция Выпускаемая под торговой маркой Ганна полностью соответствовала Самым высоким требованиям потребителя А блюда, приготовленные из мяса птицы Были не только вкусными, но и полезными Под торговой маркой Ганна Выпускается более 200 наименований продукции Производится широкий ассортимент Копчено-вареных и копчено-запеченных рулетов Вареных колбас, сосисок, сарделек, копченостей Отдельная позиция Сыровяленые колбасы и деликатесы К услугам покупателей фирменная торговая сеть предприятия Представленная широким ассортиментом Выпускаемой продукции Торговый центр Ганна в Билево Представлены богатым выбором кулинарных изделий Экономим время И покупаем готовые деликатесы К семейному столу Положительные эмоции добавят Посещение фирменных ресторанов и кафе На выбор меню из блюд Белорусской и европейской кухни Фирменные, холодные и горячие закуски Из мяса птицы, свинины, говядины, рыбы, морепродуктов А также всевозможные десерты Все это по приемлемым ценам И на высоком уровне обслуживания Витебская бролерная птицефабрика Предлагает широкий ассортимент полуфабрикатов Быстрого приготовления Предназначенного для отдыха на природе Время интересно, весело и вкусно Можно провести на территории Приозерного двора Уганны в Должи Трудно представить любителей активного отдыха на природе На берегу озера или реки С посиделками у костра Без прикодавления шашлыка торговой марки Ганна Сезон весна-лето набирает силу А с ним притягательность положительных эмоций И возможность еще раз оценить вкусовые качества продукции Выпускаемой в Витебской бролерной птицефабрикой Шашлык от Ганны вкусен на природе при любой погоде 27-й чемпионат Республики Беларусь по футболу Среди команд высшей лиги 16 сильнейших клубов страны 240 матчей Интриги Отчаянная борьба за золотые медали И выживание в элитном дивизионе Смотри все домашние матчи футбольного клуба «Витебск» В прямом эфире на телеканале «Витебск» Передвижная телевизионная станция 5 видеокамер Три комментатора Полное ощущение атмосферы любимой игры в реальном времени Разные точки зрения на игру команд Интервью с игроками И послематчевая пресс-конференция с главными тренерами команд Смотри игру Живи игрой Болей за наших Футбольный клуб «Витебск» Команда нашего города Вместе к победе С телеканалом «Витебск» Субтитры создавал DimaTorzok 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 Дима Торзок Субтитры создавал DimaTorzok 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 Витебчане уже вышли Ну и вот выходят футболисты у нас Шахтера Что удивительно, нет пока замен Или, по крайней мере, не вижу я, чтобы меняли кого-то футболисты Витебска Наверное, Марк Зуб с вами подопечными полностью доволен Неужели Ясинский доволен таким развитием поединком? Неужели, имея на скамейке Волкова и Вергейчика Мы будем по-прежнему стараться играть на одинокого Лидезму Который-то и давно уже центральным нападающим и не был Непонятное решение, честно, для меня Ну, давай предположим, кто может А вон, кстати, Вергейчик и Тихановский Виталий, ну вот зря ты так про Сергея Михайловича Ясинского Двойная замена Поэтому я и говорю, что нужно было, конечно, что-то менять Но Тихановский у нас, товарищ, очень-очень мотивированный Тоже поиграл в свое время в Шахтере Смотрим, вместо кого он выходит Так Может, Квашука поменяет по такой игре? Квашук на месте, Золотов на месте Или Матвеенко все-таки Матвеенко на месте Нет, Бабичева, посмотри, меняет Тихановский Соглашусь Соглашусь Так, давайте разберемся уже А Вергейчик, подожди, вышел на поле? Вергейчик, да, вышел Вергейчик Матвеенко на месте Так, Тихановский у нас выходит вместо Бабичева Место Бабичева, а Вергейчик Наверное, кого-то из защиты Место Залевского Да, Залевского не вижу я Ну что, очень-очень интересно Ну, давай тогда Меняется схема Давай тогда напомним составы Начну я с гостей Подосмотрим, конечно, эту атаку Ну, фартовые, кстати, ворота Вот эти для Витебска Может быть, что-то и поменяется Итак, Иван Караджев, 73-й номер у нас Защищает ворота Солигорска Сергей Матвеевич, номер 3 Алексей Инушкевич, 5-й Игорь Бурко, номер 6-й Эдгар Лихнович, номер 7-й Александр Селява, 8-й Николай Януш, 10-й Денис Лаптев, 12-й Павел Рыбак, 18-й Юрий Ковалев, 23-й Ну и Максим Бурдачев, номер 26-й Так, давай досмотрим, наверное, атаку Матвеенко в центр На Вергейчик А Вергейчик навязывает борьбу, но... А веселее у нас начался второй тайм Ну, давай, пока не будем забегать вперед далеко Ну, все-таки, Дим, давай Что у нас по Витебску, да? Да, с учетом замен Так, с учетом... Давай посмотрим сейчас Лидесмана Матвеенко Давай досмотрим этот момент, я расскажу Антон получает мяч Ну что, пас на Николая Золотова Николай получил в первом тайме у нас травму Поэтому играет с повязкой на голове Боец Николай Тихановский назад на крамушку Итак, Витя в следующем составе Андрей Щербаков в вратах, номер 16-й Алексей Залевский играл под вторым номером Но вместо него вышел Вместо него вышел Кирилл Вергейчик, номер 77-й Артем Скитов, капитан команды, номер 4-й Михаил Бабичев играл под шестым номером Вместо него вышел Сергей Тихановский, номер 8-й Виталий Квашук, 7-й Рафаэль Лидесмо, номер 10-й Антон Матвиенко, 11-й Михаил Козлов, 17-й Под 23-м Никита Наумов 25-й Олег Карамушкой 35-й Николай Золотов Главный тренер футбольного клуба Витебск Ясинский Сергей Михайлович Ну что, размен, естественно, очень и очень такой напрашивающийся Это размен защитника на нападающего На Вергейчик вместо Залесского Ну, смелый футбол Давай, наверное, уже выполним полностью программу Главный судья Сергей Цинкевич Помогает ему Евгений Романов Виталий Малютин Четвертый судья Евгений Соколовский Юрий Кунцевич У нас сегодня инспектор матча И давай сразу про запасных У Витебска остались Это Дмитрий Гущенко, номер 1 Роман Волков, 19-й Андрей Баранок И 77-й Кирилл Вергейчик Виталий, что у Шахтера по запасным? Ну, Шахтера мы уже представляли Запасных, да? Да, извиняюсь Посмотрим мы, наверное, давай футбол Но что касается Шахтера То, конечно, очень интересно, что Очень много нападающих привез сюда Марек Зуб И два сейчас фактически на поле Ну и говорим о том, что Есть у нас еще и Тамислов Киш И Пересуери, конечно В составе Шахтера Но самое интересное, что у Шахтера Из семи запасных Пять легионеров Ну, если учесть, что Сейчас на футбольном поле Всего один легионер, да? То никакого нарушения регламента И быть не может Даже если все они выйдут Потому что, получается, у нас В любом случае максимум четыре Вот здесь вот Виталий Квашук Пробивал по воротам Вот так вот сходу пробил И... Ну, это уже что-то Это уже что-то Такого не было удара у нас В первом тайме И вообще, конечно, вот После первого тайма Смотрели мы статистику 1.13 по ударам Витебск проигрывал Ну вот Ну и стоит отметить, что Во втором тайме Витебск играет в правые ворота Назовем так Ворота Лидесмы В которые он очень любит Класть штрафные Будем ждать штрафного исполнения Рафаэля Лидесмы Ну и по сезону Больше сюда забивает На Витебск Посчитал я Как-то тут на днях Что именно эти ворота Более фартовые Поэтому мы посмотрим Ты думаешь, дело все-таки В воротах, да? Квашук Козлов Козлов с мячом Пас на Лидесму Лидесма назад Ой, сколько сегодня Вот такой борьбы Вот такой мужицкой Тяжелой борьбы В центре поля Ну это было понятно Шахтер Команда, которая просто так Ничего не отдаст Квашук в центре поля Прихватывал футболист Шахтер Но вовремя отпустил Так захват Напомню, что В первом тайме Мы увидели еще много Желтых карточек Да, аж три Да, и по такой борьбе Ты знаешь Может быть Мы сегодня увидим Еще какие-нибудь карточки И иных цветов Ну не хотелось бы Конечно портить футбол Удалениями Но посмотри С первых минут Шахтер явно отошел На свое поле Только Лаптев у нас Одинокий там гуляет В районе центрального круга Ну что, думаешь Начнет Шахтер Что называется Засушивать игру Или все-таки Продолжит давить Ну не знаю Как будет дальше Но второй тайм Поинтереснее Начал конечно Футбольный клуб Витебск Ну опять же Знаешь Дим Скажу такую мысль Наверное и Шахтер Все-таки позволяет Да Ну мы же Любая же команда Играет так Как позволяет соперник Итак Смотрим Опасная атака Шахтера Передача на Ковалева На вес И здесь Щербаков Должен играть Да Андрей Щербаков Уверен Находит Михаила Козлова Вся игра Сегодня у нас Практически идет Через Михаила Пас на Квашука Ну что Виталий Надо обострять Надо обыгрывать Внимает голову Опять Козлов с мячом Лидез Лидез Ванна Матвиенко Знаешь Что-то начало получаться У Витебска Во втором тайме Не хотелось бы сглазить Ну нужно конечно Что-то менять И бояться-то уже нечего 0-2 Знаешь 0-3 0-5 По такому Развитию матча И по такой Турнирной Турнирной положению Ну вот Хороший удар В створ Ну вот Уже что-то мы дождались В втором тайме Отметим Первый удар Витебского бразильца В створ ворот И вот Поджимает Вергейчик Своего оппонента Это Ковалев Вперед Выбивает мяч В первой Витебчане Козлов Тихановский Лидез Лидез Матвиенко Пытался он В одно касание Вывести Тихановского Не получилось Лидез Матвиенко Крамушка Очень тонко пытался Сергей Тихановский Сыграть вперед Ну Виталий Одинаково Хорошо отношусь И к Михаилу Бабичеву И к Сергею Тихановскому Но все-таки На мой взгляд Сергей Тихановский Игрок Который больше играет вперед Мне кажется Он более креативный Как говорится Михаил Бабичев Ты такой знаешь Трудяга в центре поля Что называется Отобрать Сейчас упадет Наверное Лидез Нет Нет Далековато Упал Не дал Знает Цинкевич Знает Цинкевич Ну очень просил Ишли Дезмо Немножко не поверил Ему Цинкевич Поднимается Рафаэль Ну заряжен Тоже на борьбу Видно Рафаэль В этом поединке И уже несколько Недовольны зрители Они хотели увидеть Это мы смотрим Повтор Удара Исполнения Он так нырял Мяч кстати Перед Караджевым Обрати внимание Караджев не стал Ловить мяч Дабы К минимуму Свести Любые там Ошибки И просто Спокойно Отбил его В сторону Венка Венка В центр На Лидезмо Ты знаешь Совсем другой Футбол пошел Во втором тайме Ишука Ищет передачу Везмана Не совсем удачно Какая-то Не бразильская передача С другой стороны Посмотри У Шахтера Теперь появляется Больше свободного места Больше свободного пространства Для того чтобы Разворачивать свои Контратаки Опять же повторюсь Мысли которые В первом тайме Все таки Форнда Шахтера Не такие Быстрые А здесь Бурко Хорошо простреливал Вот Калейко Марек Зуб Уже мы видим Убровки Немножко Пристал Ну и посмотри Как не спешат Футболисты Шахтера Все их пока Конечно устраивает Сергей Матвеичик 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 пытался В одно касание Сыграть с Эдром Олегновичем Но Матвеенко Перехватил Кардинально поменялась Игра в втором тайме Убаюкивать Стал Шахтер Мне кажется Дима Не раз я уже говорил Что Как никто Умеет Шахтер играть По счету Вот сейчас Вот это и есть Это убаюкивающая Манера футбола Когда разбивается Игра Противника Эпизодами Долгими вводами Еще чем-то Или как знаешь Принято говорить Контроль ради контроля Меща Вот у них Как раз таки Это сейчас и можно увидеть То есть Они не обостряют Особо Но при этом Мяч постоянно В ногах находится А как известно Когда мяч у тебя в ногах Забить тебе невозможно И вот вновь Посмотри Как так вот Медленно Матвеичек берет мяч Опытный Матвеичек Знаешь Торопиться сейчас не надо 2-0 ведем в гостях Второй тайм Впередного актива Да Козлов в свечку Здесь очень уверенно Ой Как опасно сыграл Сергей Тихановский Тихановский Досталось в этом эпизоде Получает Тихановский Желтую карточку Да Вот только вышел на Сергей Сразу получает Желтую карточку 2-2 у нас По карточкам Становится счет Знаешь Не знаю Италий Вот первая карточка По которой Я вам скажу Знаешь Соглашусь Да-да-да Все Извиняюсь За один умысел Можно давать Такую желтую карточку Потому что Да полностью согласен Повтор показал Что очень опасно Играл Сергей Тихановский Желаем здоровья Всем футболистам И витебским И солигорским Ну опять-таки Ну опять-таки Солигорсками Солигорсками Болистами Януш Забегает Посмотри Не отдают ему передачу Только сейчас Доходит До Николая Мяч Януш Солигорск Солигорск Художник Вот рыбак Тихановский Перехватывает Этот мяч Нет Возвращает Солигорск Очень быстро Его Под контроль Матвеичек Бурко рядом Нет Не отдаёт На Игре мяч Николай Золотов Очень хорошо сыграл На перехвате И Десма Ну дай Рафаэль Дай Тихановскому Нет Козлов Длинную передачу На Мфиенко Нету вне игры Но здесь очень хорош Это рыбак По-моему Это был И рыбак Это у нас был Инушкевич Алексей Инушкевич Автор первого Забитого мяча Сегодня В сегодняшнем матче Ну неплохо Неплохо Ты знаешь Граждо интереснее Начала смотреться Игра во втором тайме Нежели в первом Вот это тотальное Доминирование Шахтера Оно конечно Интересно Для его болельщиков Да Но сейчас На мой взгляд Игра стала интереснее И для Здесь Карамушка С Лаптевым сошёлся Такие два серьёзных парня Габаритных Ну очень Очень тяжело Бороться конечно С Денисом Лаптевым Ивнов Матвейчик Ивнов назад Инушкевич В центр Здесь Селява Разбрасывает эти мячи Рыбак Подключается Олехнович Хорошая передача Олехновича Но здесь Скитов Внимателем Андрей Щербаков Ищет 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 Да Андрей Надо торопиться 0-2 проигрываем Остаётся уже 35 минут Менее 35 минут Надо Витебску что-то придумывать Никит Наумов Пошёл вперёд Знаешь Ну Не обижайтесь на меня Пожалуйста Болельщики Солигорского клуба Но если бы Витеб сейчас забил Надо бы ждала бы Очень интересная Концовка матча Лидесма Пошёл за штраф Наверное опять Ну не доходит Как-то сегодня Наверняка конечно И футболисты Шахтёр Разбирают игру И Карамушка на Наумова Знают что можно ожидать От определённых Витебских игроков Поэтому сегодня Не полшанса Карамушка вперёд Нету вне игры Квашук передача Центр Там Матвиенко Тяжеловато С его ростом Антону было добраться Вот Бергенчик если показался На одном месте Виталий А я тебе хочу сказать Первый ляп Скажем так Обороны Солигорскому Сейчас увидели Почему-то Вергейчик И А давай смотреть Ответное Смотри Лаптев Как отклеивается От своего оппонента И Здорово Конечно Золотов здесь Убирает мяч Из-под ноги Лаптева А Денис уже Заносил Для удара Ты знаешь Виталий Возвращаясь К Николаю Золотову Я тебе хочу сказать Что на мой взгляд Ну Если есть Такой приз Как Максимальный прогресс То я бы Наверное Его не задумывался Обдал бы Николаю Золотову Николай который Чемпионат начал На лавке С вами как бы Зубами выгрыз Место в основе Это вот показатель Того что Надо работать И ты обязательно Пойдешь в основу Ну Очень рад Николая Учитывая даже то Что он наш Витебский парень Поиграл он и в Солигорске Да Помнишь ты Это случай Но вернулся Очень рад За прогресс Николая Тихановский Карамушка Постучается К атаке Олег Ищет варианты Все Тот же Золотов Просят передачу Не доходит до него Мяч Вот только сейчас Тяжело Николаю Будет против Игоря Бурко Конечно Ну и Знаешь Давать передачу Золотову Рост которого Метр Семьдесят Немножко Мне кажется Не совсем Логично Вот побороться Да Груди сбросить Или ногой Принять мяч Это Николай Может наверное Как никто другой В Витебске Но играть головой Тяжеловато Именно С его Ростовыми данными Да Что кстати Борьбы То на самом деле Настоящий Лидер Наверное По вот этим Одиноборствам По стыкам Всегда идет Не боится У нас два Два фланга Скажем так Сейчас И закрывают Наши витебские Ребята Артем Скитов И Коля Золотов Пахарь В этом Хорошем смысле слова Я с тобой Полностью соглашусь Что Да Николай Да Бороться Бороться Это его Ну головой Я честно говоря Не припомню Чтобы Николай Головой Что-то выигрывал Вот И тем более Удивительно Вот эта передача Была сейчас Чербаков На городке Наумов Опять-таки Если возвращаться К первому тайму То Сейчас давай посмотрим Передача на Матвиенко Скитов Дал Хороший Передача на Матвиенко Приближается К углу штрафной Передача На Наумов Квашук получает передачу Прострел Удар Нет Артем Получает передачу Прострел Нет Пивной в Караджи Ну что Что-то мы уже увидели За эту атаку Увидимся Куда он больше Чем за весь первый тайм Ну и вот Крыска Бурака Раджи Вот я о чем тебе говорил Что все-таки Без лоска Но очень-очень надежно Конечно в артаре играет Хорошая передача Скитова Там вот был кикс В исполнении Защитника Солигарчан И здесь Виталий Квашук На силу Ах Прямо по позиции 20 копеек Да 20 копеек Быть посмотреть Ну что Второй тайм Становится Таким неплохим Хорошим Смотри Козлов на Наумова Наумов на Матвиенко Нет Здесь Решла передача Ничего близкого Знаешь Виталий Будет много разговоров О том Что вот Дискатий Ясинский Ошибся с тактикой Что в первом тайме Он сыграл Так А во втором Когда он выпустил Убрал третьего защитника Пошло Пошла игра Ну Честно говоря Мнение такое Что В втором тайме Шахтер Поменял свою игру Как-то правильно заметил Начал играть От результата Поэтому Наверное Такие разговоры Хоть они и будут Но на мой взгляд Они будут не совсем верными Ну и опять-таки Отмечу Что Ну на свой субъективный взгляд Ну Так мощно Против Витебска В этом чемпионате Никто не играл Ну и вот Карачев далеко Отбивает мяч На подборе Витебчане Вот проиграли в первом тайме Абсолютно на подбор И на своих воротах И на чужих А теперь смотри Стали выигрывать И от этого рождаются атаки Потому что посмотри В центре поля В центре поля стало больше Ох так Хорошая передача Ну что Антон Надо обыгрывать И посылать Скитов Передача На Вергейчика В запасе Витебска Есть еще один футболист С олигорскими корнями Назовем так Это Алексей Тимошенко Ошибается Козлов В центре поля И Здесь Карамушка Ну а дальше сам Козлов Да Михаил Нельзя так ошибаться Лапти его так Вчетвером окружили Ну так представляешь Целый матч отпахать Как Миша Потом ошибиться В одном моменте И Никто ж не вспомнит Как ты играл весь матч Очень ключевая позиция У Миши Козлова Знаешь Вот эти вот Опорного полузащитника И его обрезки Это очень-очень солидно И серьезно Могут Команды стоить Время Януш по флангу Рвется вперед Бурко Передача Пьет Бурко Попадает в стойку Которая крепит Сетку ворот Так Щербаков Знаешь Судорожно Смотрел За спину Попади в ворота Было очень неприятно Ну Смотрим Давай смотрим еще раз Да Вот здесь вот Опять Крамушка отыгранной позиции Удар Левый какой удар Хороший Давай будем думать Что Щербаков Контролировал ситуацию Передача На Квашука Квашук Открывается Вергейчик Вергейчик Золотов Квашук Это знаем Но не получилось Заблокировали Комбинация получилась Очень неплохой И вот Вот фолк Ну Не для литеза Нет Конечно Здесь для навеса Если сейчас будет повтор Мы убедимся Что не все просто С этим фулом Мне как показалось Давай смотри Раз И рукой Рукой Прихватил Да Это у нас Дупал Матвейчик Ну Здесь очень хорошо Подавать Левый Крутить Рамушка Наумов Вергейчик Там Золотов Там Кто еще Золотов Виталий В центре поля Коля вернулся Посмотрим Хорошая передача Там столкнулись Как-то два Витебских футболиста Там наверное Знаешь Такие Маленькие Футбольные хитрости Когда защитник Приводит своего Нападающего На На его коллегу И они-то вот сталкиваются Вот здесь вот То же самое Получилось Посмотри Как хорошо Защитник повел Ну кстати Вот руками Придерживал Немного Это у нас Был 26 номер Максим Бордачев Уронил Уппонента Да Ну вот Сколько говорится Об этих штрафных Об этих пенальти Когда руками Прихватывают Футболистов Одни судьи Ставят такие пенальти Другие не ставят Долго здесь Еще будут спорить Ты знаешь Такие пенальти Можно ставить Практически При каждом Посмотрим Матвиенко Рвется вперед Последний момент Алексей Ядушкевич Выбивает Мяч на угловой Три куны Негодует Требует штрафной К сожалению Нет в Беларуси Пока видео повторов Это не чемпионат Италии Не чемпионат Германии Давай посмотрим Нет Здесь мяч сыграл Ну однозначно Чисто Алексей Ядушкевич Сыграл Тут Витебские зрители Не имеют основания На то Чтобы осуществовать Цинкевича Лидесма подает Слевой ноги Навес в центр Рергейчик дальше Тихановский Ты знаешь Сейчас на поле У Витебска Есть два футболиста Квашук в передаче Неуверенно Караджев сыграл Два футболиста Которые очень неплохи При исполнении стандартов А вот пропускать Дима нельзя Сейчас Только мы стали Так Раскатывать шахтер И нельзя ошибаться Явно Завелись футболисты В центре поля Теряет мяч Но Цинкевич Пока что был стандарт Тем временем Искусственное освещение Закат красивый Над Витебском Сейчас Я имею в виду Включение Скоро мы будем Стреть футбол Уже совсем При другом Интураже Тихановский Направо На Лидесму Матвиенко Лидесму Матвиенко На краткие Тяжело было Антону пройти Он Не смог Сделать пару шагов Здесь Тихановский Хорош Сердцем Будет бить Рафаэль Через несколько Через несколько Рикошетов Все-таки Удар в створ Дошел Виталь Ты знаешь Одним из факторов Того что во втором тайме У Витебска начала Какая-то игра получаться На мой взгляд Это Сергей Тихановский В центре Ну и Лидесма Который перестал заниматься Тем, чего Никогда не занимался Последнее время А именно принимать мячи И пытаться там На скорости Убежать Убежать Он ушел спокойно Играть свободным Таким художником Каким и привык Там Смещаясь ближе к краю В этом эпизоде В правом в частности И все пошло По-другому совершенно 68 минут сыграно В этом матче Вот такой вот шахтер Ну что Будет удар издалека Удар Выше ворот Тоже неплохой удар В плане того Что можно Передохнуть Перевести Дух Знаешь, наверное Может быть Поставлю на то Что мы сегодня Еще увидим И Романа Волкова На поле Вот эти последние минуты Прогнозирую Что будет какой-то Навал Наверное В исполнении Витебска Еще один мощный Высокий нападающий Абсолютно не помешает Тем временем Пас на Матвиенко Еще один угловой Ну вот Посмотри Угловые пошли И стандарты Все Витебск может Все умеет Единственное Что конечно Генеральный партнер Витебская бройлерная Птицефабрика Конечно Не всегда Оппонент Дает показать Все на что Способны Наши земляки Но тем временем Рафаэль Лидезмо Очередная попытка Что-то придумать И Януш Вернулся Николай Януш Такой король Штрафной Спокойно Выиграл этот мяч Ну и вновь Подбор у нас Остался за Солигорском Заработали Не аут И продолжают Методично Убивать время В Витебске 70-я минута Тем временем Уже стартовала Всего 21 минута Но с основного Времени Остается Максим Бордачев С мячом Быстренько Водит его вперед Николая Януша Януш пытался На Ковалева Довести Передачу Но не получилось Артем Скитов Скитов На центрального Защитника На Леву Карамушку Там Лаптев Мешал ему Никита Наумов Черпачок Хотел исполниться Очень близко Стоял Януш И без труда Прочитал эту задумку И головой Мяч отбил Ваут Наумов Наверное На Карамушку Можно перевести В центр Я думаю На Козлова Да Козлов Наум Теперь Олег Карамушка Да Олег получает Мяч Подключается Передача На Золотова Но здесь Игорь Бурко Очень был А вот Эта передача Ты знаешь Сейчас бы могла Дойти Прочитывают Все таки Солигорские игроки Эти передачи Вы становитесь Таким Полуромбиком Трехсторонним И все спокойненько Просчитывается Прочитывается Явно конечно Обучена команда Естественно Солигорский Шахтер По другому Быти не может Не зря Они пока Идут на первом месте Несмотря на все Подводные течения Которые есть Несмотря на Отношения К этой команде В этом году Видно что Конечно Обученные футболисты Но и тем более Удивительны Наверное Те результаты Которые Шахтер Показывает Порой В своих поединках Когда Откровенно Команды Ниже по уровню И такие большие Проблемы Испытывает Шахтер Чтобы забить Этим командам Ничего стоит Только по-моему Потеря Четырех очков В матчах С Гомелем Да В этом году По-моему Так не обыграли Ни разу Футболисты Шахтеры Этот клуб Карамушка Длинной В передаче Пытался Вывести Скитова Ошибся И теперь Быстро Контратак В исполнении Солигорского Шахтера Здорово Бежит футболист Солигорскому Шахтеру Ковалев Обыгрывает Наумова Но вернулся Квашук И подстраховал А вот здесь Посмотри Выговаривает Ковалев Лаптев Почему Наверное Потому что Денис должен был Сейчас уходить В другую сторону И уводить С собой защитника А он наоборот Привел своего защитника И за счет этого Потерялся оперативный простор Здесь не игры Здесь не игры Все нормально Вот это делать не надо А вот эта вот Желтая карточка Должна быть Тинкевич прощает Кстати Футболиста Шахтера А это у нас был 23 номер Юрий Ковалев Но у него Желтой карточки Нет пока Поэтому Ребешно Смустился Спустился вниз Чтобы начать Атаку Находит Матвиенко Антон Принимает мяч Финси Золтов Открывался Передачу не получил Тимас Тихановский Не ошибается Николай Януш Есть Перед ним оперативный простор Знаешь Очень прибавил Николай В плане Атакующих действий Последнее время Помню Что это легендарное Когда Синский Золотове Говорил Как от закупоривателей Фланга То есть Когда надо было Сыграть В защите Строго Закрыть фланг Николай был Скажем так Всегда В числе первых А сейчас Николай Начал больше Атаковать Растет Николай Прогресс Валил здесь Ваптев Прихватывал Карамушку И вместо углового Штрафной Зарабатывает Вместо углового Да Для Солигорска Пока фол В пользу Витебска Тихановский Находит Козлова Михаил Смотрит Квашук Подключается Скитов Квашук Идет в центр Передача На Матвиенко Не доходит Антон До мяча Там защитник Хорошо спину поставил Это был Матвейчик 74 минута Тем временем Витебске Пока 2-0 Счет первого Тайма у нас На табло И как-то так Конечно Витебчане Выровняли игру Прямо скажем Но Результатов Особых Это не приносит Смотрим Пока повтор А Матвейчик Конечно Здорово Поставил Здесь спину И тяжело Было Матвеенко Хоть куда-то попасть Тихановский Выиграл этот верх Но к сожалению Мяч Ушел за боковую И вновь Матвейчик Не спеша Нет особых предложений Впереди Потому что Шахтер все-таки Наверное больше Об обороне Сейчас думает Ну вот такие Вот найдут навесы Вперед Там Бурко И Ваптев Ну вот Бурко Передача На Ковалева Здесь Неудачно Сыграли Приезжие Футболисты И вновь Мяч 75-я минута Матча Сейчас будет Замена В составе Солигорского Шахтера Если мы правильно Все Лидезма Просит Передачу Обратите Внимание Руками Руки Доходит Она туда На золото Войдет Мяч Ах Николай Кексанул По мячу Ну и вот Сейчас Наверное Лидезма На золотую карточку Недрают Да Желтая Карточка Рафаэль Лидезме Ты знаешь Несмотря на то Что карточек Много Нельзя сказать Что матч Такой Сильно Уж Грубный Да Видишь Он не Грубый Атаки Срывают Так они Хорошо Друг Друг Не стесняясь Футболиста Сразу Прихватывают За футболочку Или по ногам Бьют Когда Только Есть Маленькая Возможность Убежать Своему Оппоненту Да И вот Отметим 76 Минута Первая Замена Только Готовите Вставишь Актера Ну Виталий Марик Зуб Наверное Полностью Доволен Тем Складывается Матч И Вот Замена Она Будет Скорее Все Где-то Что-то Подлатать Если Кто-то Подустал Либо Может Не дай Бог Получил Травму Отворот Интересно Сыграл Пропустил Мяч И Отворот Итак 19 Номер Это Дамир Злам Исич Сейчас Появится На поле Вот Ваш Свети Легионеры Шахтерские Смотрим Кого Меняет Я думаю Селява Так Было Не особо Замет Восьмой Номер Но Меняет У нас Павел Рыбак Рыбак Нет По-моему Восьмого Номер Так И меняет Селява Да Да Александр Селява Здесь Я угадал С этой Заменой Так В первом Тайме Поинтереснее Был У нас Александр Селява Во втором Тайме Тяжеловато Ему Приходится Не Торопится Футболист Шахтера Да Вот Идамир Зломисович Заметно Состояние Футбольного Клуба Шахтер Игру По-пену Номер 8 Селява Александр В игру Сступил Номер 19 Зломисович Идамир Благодаря Селяву За эту Игру Лидесма Крамушка Золотов Ну давай Николай Подключайся Поднимает Голову Ищет Находит Матвиенко Пытался Навердеечка Проткнуть Он мяч Но ничего не получилось Хорошая передача На Лаптева Нету вне игры И нужно Никите на ум Выбежать Ух Какой хороший Плотный удар В исполнении Дениса Лаптева С ударом С ударом у него Все в порядке Об этом Мы знаем Смотри На двух шагах Буквально Уходит И сразу С правой ноги Улупит Вот обрати внимание Забил то с левой Нам Ноги А тут сейчас Правой То есть Настолько Футболист Универсален Нападающий Нет разницы Как бить С какой ноги Бить Ну а я хочу Рассказать Нашим телезрителям О том Что Сейчас Секундочку О том Чтобы они Не покидали Нас С финальным Свистом Арбитра Через некоторое Время В прямом Эфире Мы с вами Еще встретимся На пресс-конференции Там где главный Тренер Расскажет О сегодняшнем матче Аут Зарабатывают Приезжие Футболисты Максим Бордачев Во втором тайме Немножко Подсникли Мне кажется Все вот эти Атакующие Футболисты Шахтера Но еще раз повторюсь Может быть Не подсникли А может быть Они просто Добившись Некакого результата Уже Перешли Так В режим Сохранения энергии Назовем Здесь достается Артема Скитова По-моему Так локтем Немножко В воздухе Оттолкнул его Лаптев Квашук Дриблинг Квашука Обыгрывает Своего оппонента Как показалось Нет Надежен Ну там же Тихановский Сергей Тихановский Прострел хороший Но и Янушкевич Первый на мяча Что Третью главой По-моему С одной и той же Точки Сейчас будет Лидезмо Лидезмо С Квашуком Разыгрывают Этот Стандарт Квашук Но можно пробить Виталий Может какой рикошет Козлов Удар Козлова Блокируют Защитники Здесь Бурко Выигрывает мяч Сбрасывает его вперед Нельзя здесь Ушибаться К Витебчанам И вот здесь А3 Еще раз отмечу Михаила Козлова Сместился сюда Подчистил Закрыл зону А была очень Такая Интересная Атака Перспективно ставить С Олегурского шахтера Так Козлов Переводит на Лидезмо Совсем один Лидезмо Оказался на правом фланге Включается скитов У него совсем удобно Наверное было подавать А вот Артему С его правых Как раз было удобно Но не получается Золотов Козлов Вновь передача На Лидезмо Туда идет Бей просит Витебский А вот отсюда Можно и бить Ах какой удар Вот это сейф Настоящий Караджев Вот мы увидели В деле Легионера Да, Иван Караджев Потащил Отличный мяч И удар Обратите внимание Какой хороший удар Их мяч С временем Буквально падает Перед Значит такой плотный Хороший удар Да, вроде он мимо шел И тут моментально Стал падать Еще на вес Артем Лидезмо Путался в ближний угол Закрутить Да, уже Рафаэль смотрит Что ничего не получается Думает Да, я уже сам буду Бить поворотом Не получается У нашего Регионера Это делать Еще одна подача Еще одна подача Лидезмо И Вот это уже по-настоящему Был опаснейший момент За голову держится у нас По-моему, это был Антон Матвиенко По-моему, это был Антон Матвиенко По-моему, Карамушка держится за голову А бил, по-моему, Матвиенко Ну, сейчас посмотрим Возможно, у нас будет повтор Да, давай посмотрим Что здесь Матвиенко Да, Матвиенко И в бедро попал мяч Ну, вот видишь В первом тайме Неразбериха в центре штрафной Завершилась тем Что Шахтер забил Витебск нет Ну, мы знаем Кому везет Да Да, Шахтер может Знаешь, оплатиться Вот за такую игру Знаешь Марек Марек Зуб Встал со своей скамейки В первом тайме Он сидел Сейчас начинает Уже более активно Руководить своей командой Ну, конечно Потому что моменты-то пошли И хорошие моменты Вот, посмотри Тут и удар Литезма И вот этот вот Кикс И... Януш Давай досмотрим Закрывает с китов Этот удар Дальше Наумов Ну, Никита, беги вперед Это будет желтая Ну, и опять Знаешь Желтая карточка Из разряда тех Которые, ну... Януш Да, по делу Срывает и так вот Да, шесть желтых карточек Такого давно не было В чемпионате Беларуси Наверное, с участием Витебска Все-таки обычно Ну, Виталий Это лишний раз говорит о том Что сегодня была Очень напряженная борьба На поле Еще продолжается Футбол Еще 10 минут Как минимум Я думаю, смотреть Вергечек Пас Ах Тихановский на подборе Не сумел сыграть И контратака Солигурского шахтера Нет, не спешит футболист Считает, за лучшим Наверное, сохранить мяч Матвейчик И Матвейчик, наверное, Спокойный Сейчас сыграет Через центр Нет, Бурко Бурко возвращает На Вышедшего На замену Футболиста Ну и там Фол, да, дефиксирует Нет, офсайд был У футболиста Шахтера 83 минуты 0,2 Ну и вот Тамислав Киш Это явно будет Смена Кого-то из Двойки нападающих Лаптев Януш Скорее всего Как это Дениса Снимут А Николай Януш Пойдет вперед Хорошо, отработали Эти двои сегодня Ну да Януш заработал Штрафной С которого Потом забили Ну а Лаптев Забил Вот смотрим Как готовится У нас Тамислав Киш Ну а вот Другой легионер Караджев Ну и есть еще Одна замена По-моему У нас У Ясинского Насколько я помню Да, помнишь Я пытался Спрогнозировать Что может быть Романа Волкова Увидим Но пока что Никого Мы не Увидим Скитов Щербаков Здесь на подборе Первый Брадачев Выигрывают Боевые Витебчане Но опять Все это Очень-очень далеко От штрафной Да, в штрафной Это сегодня Мало, конечно Побывали наши Футболисты Ну и смотрим Мы замену Нет, 15 номер Это у нас Лапти Все правильно Как мы и предполагали Ты угадал Выходит Тамислав Киш Ну ты знаешь Марька Зубы Прогнозировать Не очень сложно Потому что Это не Исинский План замен Здесь все-таки Как-то Очень идешь Академично Это По позициям По позициям Но и было ясно Видно Что как бы Денису уже Тяжеловато Приходится Ну а Киш Такой парень Шустренький Может и убежать И открыться Играть А держать Лаптева Ну Думаю Если бы счет был 1-2 И были вот эти Навесы в конце То тогда Может быть Возможно Было оставить Такого высокого Форума Ну а вот Нанислав Киш Выходит Занимает позицию Лаптева Хотя я думаю Что могут они С Янушем Вполне и поменяться Сейчас позициями Квашук Скитов Никита Наумов Квашук На Тихановского Фалят На Тихановском Ну и вот Мяч для Лидезми Наверное Сейчас Для навеса Высокие защитники Витебска Уже в штрафной Ковалев Не дал быстро Разыграть Мяч Лидезми Но не думаю Что Рафаэль Этого и хотел сделать Так он Да Все-таки Уже тут Подосталось 5 минут Уже надо Грузить вперед Как говорится Подача Выигрывает Вверх Футболиста Солигорского Шахтера Можно попробовать Здесь на возврате Сыграть Тихановский Янушкевич Хорош Аинушкевич Сынегол забил И сколько Мячей Перехватил А вот Контратака Солигорска Это всегда Очень-очень опасно Бурко Получает мяч Перед ним Только Золотов Николай Нельзя ошибаться Игорь Бурко Смотри Какая замечательная Передача По мысли На Танислава Киша Но там Здорово Здесь Вергейчик Был в положении Вне игры Я думаю Что теперь Минутку Точно Они будут Разводить Если Вышедшим На замене Тихановском Можно сказать Что он Игру усилил Скажи Твое мнение По Вергейчику Тяжело Мне приходилось И Не выиграл Мне кажется Особо Никаких единоборств Вергейчик Ну не знаю В какой форме Сейчас находится Роман Волков Надо все-таки Отметим тот факт Что вот 86-я минута Ясинский Все еще не рискнул Выпустить Двух форвардов И сыграть Наверное Два форварда Но здесь Угловой Угловой Зарабатывает Футболист Шахтера Ты знаешь Тут уже Когда такая ситуация Пан или пропан Да Вот почему Я не знаю 0-2 0-3 Мне кажется Большой разницы нет Можно было бы И рискнуть Опять-таки Давай не будем Пытаться Присесть на место Ясинского Это Он отвечает За результат Это Как бы наше Было мнение Согласен Олегнович 87-я минута Матча Тем временем Не так много Футболистов Шахтеров Штрафной Всего пятеро Навес Карамушка Первый На мяще Подбор Остается Опять же За футболистов Шахтера И здесь Попытка Ударить Как опасно Было Оффсайд Был Оффсайд Но Бардачев Бил Очень опасно Побыстрее Мне кажется Нужно Щербакова Вот видишь Видно Что тяжело Футболистам Витебска Выиграть Вверх Поэтому Стараются Даже Вот эти Свободные Удары Исполнять Прямыми Ударами Поню Задав Вблизи Своей Штрафной Аумов Козлов Скитова Нету Вне игры Прострел На Вергейчика Забивать Вергейчик Есть Ну что ж Вот вам интрида В конце матча Вот вам и Кирилл Вергейчик А ты говоришь Не заметил Вергейчик сделал То что он должен был Сделать 88-я минута матча Кирилл Вергейчик Сокращает Счет В этом матче 1-2 Ну что Виталь Еще минут 5 У Витебска есть Думаю что есть Да Минут 5 Но я бы отметил Вот эту передачу На Скитова По-моему Козлов сделал Не здесь Да Саня здорово сыграл И Вергейчик Такие моменты Форварды должны Реализовывать Ну что Так в хоккее Вторая передача Козлова Сейчас наверное Мы увидим Какой-то навал В исполнении Витебска И вот сейчас Маринзук может Покусать ногтями Там Из-за замены Лаптера Очень уж мало времени 87-я минута Стала счастливой Для Витебска 1-2 2 минуты Всего основного Времени Остается нам Посмотреть Этот поединок Ну что Теперь Все зависит Еще и от арбитра Сколько добавит По этой игре Он Я думаю Минутки 2 Может Минимум Да Я думаю Даже все Три Замены Было Мало Дим Давай Будем Откровенными Две замены Было В перерыве Две замены Шахтера Пока набирается У нас Всего Минута Замены Поэтому Не будем Скоро Мы об этом Узнаем Да Очень нужен Гол Поддерживает Арбитра Посыл Попытка Сыграть Вперед И угловой Рафаэль Литезмо Совсем Другой Витебск Во втором Тайме Что же Произошло В первом Витебск Витебск Поддерживают Болельщики Минута Всего Остается Сного Времени Очень важный Стандарт Хороший Навес Никараджев Добирается Все-таки До мяча Одной рукой Переводит Вперед Ну и Пурко Выходит Мяч Немножко Дальше Вышел Мяч Чем собирается Выбросить Витебский Футболист Ну и вот Замена Но это Я думаю Замена Чтобы потянуть Время Николай Золотов Тем временем С мячом 89-я Минута Закончилась Главым Чем Закончится 90-я Золото Вперед Там такая Серьезная Борьба Тихановский Бить Сергей Бьет И Караджев Спешить не будет Матвиенко Ему помогает Даже устанавливает Мяч Итак Караджев Конечно Сейчас Утянуть Время Смотрим Тихановский Да Мог Сергей Подарить Большой Большой Праздник Витебску Сегодня Пока Не получилось Тем временем 90 минут Закончилось Смотрим Арбитра Резервного Сколько Он Добавит Сейчас Мы узнаем Сколько Будет Продолжаться Наш Сегодняшний Увлекательный Матч Две Минуты Ну Как я тебе И говорил Да Сегодня Я все угадываю Откровенно Скажем Правильно Две Все Взамен Было Минут Каб Набежала Очень Внимательный Арбитр Как бы Нам Не Хотелось Ну И Вот Карадж Петарду Бросить Не могли Санкеевич Сразу Показывает Что Минутинский Штаб Должен На Поле Честно Говоря Даже Не могу Предположить Запах Держится Караджев Показывает Что в Столкновении Получил Уповреждение Очень Свистят Витебские Болельщики Или даже Запах Держится У нас Караджев Я думаю Что сейчас Станет И все Будет Хорошо Присомненно Матч Маленькие Футбольные Хитрости Зато Сбили Немножко Запал Витебска Я думаю Станкевич Все-таки Сразу Показал То Что Он Запомнил Сколько Караджев Бежал На газоне Ну что Давай Начнем Отчет Двух минут Вот с этого Момента Посмотрим Насколько Принципиален Цанкевич Быстрая попытка Вперед Сыграть На Бурко Золотов Да Очень не спешат Футболисты Шахтеры Но с другой стороны Можно их оправдать Когда накануне Просто 3 очка Серьезный шаг Чемпионства То почему бы Нет Матвейчик Сейчас будет Скорее всего Выбрасывать На Бурко Или на Тихановский Выигрывает мяч Лидесмо Тихановский Вергейчик Куда Кирилл Здесь было Вне игры Бурко Даже мяч Не убрал Ну что Я думаю Уже Далеко Конечно Золотов Выбросил мяч Мне кажется Сейчас составит Вернуть его Сейчас надо Грузить Конечно Мяч вперед Козлов Что Козлов И делает Янушкевич И Козлов Сегодня признаны У нас лучшими Футболистами В матче И аут За Витебском Скитов Что Дверь уже Переиграли Минута Всего Мне кажется Осталось Может Еще и меньше Витебчан Подбор За Янушкевичем Козлов Да Поджал Хорошо Витебск Своих оппонентов Золотов С мячом Николай Давай Грузи Да Вперед Здесь Надежный Бордачев Наверное Последний Это вперед И я думаю Что на этом Наверное Уже все Рамушка Скидов Да Все 1-2 Ну что ж Давайте скажем Спасибо Витебску За второй тайм Да Ну Прежде всего Поздравляем Солигорских болельщиков С тем Что их команда Сегодня набирает Три очка Давай Судим Статистика Да 1-13 Было После первого тайма Обратите внимание Сейчас 10-16 5-5 В створ 4-6 По угловой Ну Я еще раз Напоминаю Челезрители Чтобы они Оставались с нами Потому что Буквально Минут через 10 Мы в прямом эфире Посмотрим Пресс-конференцию Да Если подводить Конечно Результаты Этого матча Итоги этого матча Конечно То что произошло В первые 15 минут Во многом Предопределило Ход игры И 0-2 Тяжело было Отыграть у Шахтера Еще раз И еще раз Я говорю о том Что команда Которая Как никакая другая Умеет играть По счету Умеет Что называется Брать свое Там где нужно Но мы смотрим Опасные моменты Итак Третья минута Удар Эдгара Лихновича Со штрафного Подбор Инушкевича И счет становится 1-0 Он кошмар Продолжил Шестрая Витебска С ударом Дениса Лаптева И счет Становится 2-0 И показалось Что очень тяжело Будет Витебску Вообще На что-то рассчитывать В этом поединке Доминировал Шахтер В первом тайме Раз за разом Были Вот эти Опасные моменты И вот здесь После отскока Рыбак едва Не забил Была такая попытка Ударить От Дениса Лаптева Момент Игоря Бурко Еще раз повторюсь 1-13 После первого тайма Витебск проигрывал По ударам Но во втором тайме Конечно Показали хозяева Что есть характер Вот с такого вот удара Начался второй тайм Ну а потом было Несколько Замечательных ударов От Рафаэля Лидесмы И стало Что-то получаться У Витебчан Потрясающий момент Был у Квашука Отметим мы его момент Игоря Бурко Убегал Денис Лаптев Пытался Наверное Снять все Вопросы По этому матчу Ну и вот конечно Этот чудо-удар Рафаэля Лидесмы Когда Иван Караджев Наверное сделал Сейв дня В чемпионате И Во многом Тогда За обеи Витебска Может быть Было больше времени На то Чтобы отыграться Но хозяева Шли упорно вперед И Получилась Хорошая комбинация На 88-й минуте Замечательная передача С Китова И в одно касание Кирилл Горгейчик Делают счет 1-2 После этого Много Попытались Много сил Бросили Витебчане На то Чтобы отыграться Но увы Не получилось 1-2 Проигрывают Хозяева Очень серьезно Это поражение Мне кажется Бьет по амбициям По турнирным Перспективам Витебчан Что касается Шахтера Для них Замечательный день Еще раз повторюсь Динамо Минска Сегодня сыграла В ничью С Мозорской славей И Теперь Уже на 3 очка Шахтер опережает Своих ближайших Оппонентов Батея Матч проведет Еще не скоро Игра их вынесена В оппонентах У них Днепр С которым Они будут Играть в гостях Ну и Видишь Видите все Как насколько Радуются Солигорск Этому результату Что касается Витебска То я думаю В любом случае Еще раз повторюсь Нужно сказать К команде Большое-большое спасибо Спасибо и вам Уважаемые зрители Что смотрели Этот футбол Ну а мы перемещаемся На пресс-конференцию И послушаем Что будет там Открытое акционерное Общество Витебская Бролерная птицефабрика Одно из крупнейших Беларуси Но единственной В области Где мясо птицы Производится На промышленной основе С замкнутым Производственным циклом Это стабильное И эффективно Развивающееся Предприятие Которое делает Ставку на современные Уникальные технологии Выпуск широкого Ассортимента Высококачественной Продукции Из мяса птицы И удовлетворение Самых изысканных Вкусов потребителей Продукция Витебской Бролерной птицефабрики Это бренд качества И востребованности Признание Подтверждено Многочисленными Наградами Республиканских И международных Выставок Конкурсов Витебская Бролерная птицефабрика Член международного Клуба Высоких Производственных Достижений В птицеводстве Рос-400 Сообщество Созданное В Великобритании Для поощрения Заслуг Бролерных Производителей Деятельность Маркетинговой Службы Направлена На изучение Покупательского Спроса И продвижение Продукции Предприятия На потребительский Рынок Страны И за ее пределы Во всем мире Люди предпочитают Только свежие Натуральные продукты Которые не подвергались Глубокой Заморозке Длительному Хранению Продукты Без консервантов И пищевых Красителей Витебская Бролерная Птицефабрика Постоянно Заботится о том Чтобы продукция Выпускаемая Под торговой Маркой Ганна Полностью Соответствовала Самым высоким Требованиям Потребителя А блюда Приготовленные Из мяса Птицы Были не только Вкусными Но и полезными Под торговой Маркой Ганна Выпускается Более двухсот Наименований Продукции Производится Широкий Ассортимент Копчено-вареных И копчено-запеченных Рулетов Вареных Колбас Сосисок Сарделек Копченостей Отдельная Позиция Сыровяленые Колбасы И деликатесы К услугам Покупателей Фирменная Торговая Сеть Предприятия Представленная Широким Ассортиментом Выпускаемой Продукции Торговый Центр Ганна Билева Представлены Богатым Выбором Кулинарных Изделий Экономим Время И покупаем Готовые Деликатесы К семейному Столу Положительные Эмоции Добавят Посещение Фирменных Ресторанов И кафе На выбор Меню Из блюд Белорусской И европейской Кухни Фирменные Холодные Горячие Закуски Из мяса Птицы Свиньи На говядину Рыбы Морепродуктов А также Всевозможные Десерты Все это По приемлемым Ценам И на высоком Уровне Обслуживания Витебская Бройлерная Птицефабрика Предлагает Широкий Ассортимент Полуфабрикатов Быстрого Приготовления Предназначенного Для отдыха На природе На территории Приозерного Двора У Ганны В Должи Трудно представить Любителей Активного Отдыха На природе На берегу Озера Или реки С посиделками У костра Без прикодавления Шашлыка Торговой Марки Ганна Сезон Весна-лето Набирает силу А с ним Притягательность Положительных Эмоций И возможность Еще раз Оценить Вкусовые Качества Продукции Выпускаемой Витебской Бройлерной Птицефабрикой Шашлык При любой погоде Закончился матч 26-го тура Между футбольными Клубами Витебска И Шахтер Шахтер одержал победу Со счетом 2-1 Перед нами Автор первого Забитого мяча Алексей Янушкеевич Алексей Как складывалась Встреча Вот почему В первом тайме Вы играли Мощно Надежно Быстро забили А во втором Немножко стали И стали играть По счету на удержание Я хочу сказать Мы не ожидали Что в Витебске Будет дома играть 5 защитников Мы как бы Настраялись У них 2 хороших Нападающих Волков и Вергейщик Так что Я думаю Что они сами Подсели Отдали нам игру В первом тайме А во втором тайме Они уже выпустили Нападающие Более агрессивно Побежали вперед Потому что Как команде Терять нечего Надо забивать А вы вообще Являетесь самым Неудобным соперником Для Витебска Вот уже на протяжении Двух лет Нет они вас Обыграть не могут Ну обыграть они Не могут Ну в плане То что они Игру показывают Да мы в Солигорске Были с ними Играли тяжело Но выиграли 2-0 Здесь видите Тоже как бы Забили в начале Да и в том году Помню мы забили Сразу потом 2-1 Проиграли 2-2 Сверху Так что Витебска Хочу сказать Не на своем месте В том ли На таблице Находится Я считаю Ясно Как настраиваются На следующие игры Вы знаете У нас сейчас Такие игры Что нам уже Как на последний Настраиваться Как настраиваться Все берут очки Нам тоже терять нечего Очки Так что будем биться До конца Спасибо огромное Это был Алексей Янушкевич Игрок Футбольного клуба Шахтер 27-й чемпионат Республики Белорусского футбола Среди команд Высшей лиги 16 сильнейших клубов страны 240 матчей Интриги Отчаянная борьба За золотые медали И выживание В элитном дивизионе Смотри Все домашние матчи Футбольного клуба Витебск В прямом эфире На телеканале Витебск Перебежная телевизионная станция 5 видеокамер 3 комментатора Полное ощущение атмосферы Любимой игры В реальном времени Разные точки зрения На игру команд Интервью с игроками И послематчевая пресс-конференция С главными тренерами команд Смотри игру Живи игрой Болей за наших Футбольный клуб Витебск Команда нашего города Вместе к победе С телеканалом Витебск Уважаемые телезрители Мы продолжаем нашу трансляцию Витебск с Шахтером 1-2 матч завершен Сейчас пресс-конференция Главных тренеров По традиции Первое слово тренеру гостей Марек с победой Ваш комментарий В следующий матч Прежде всего Очень важная очка Для нас Смотря на Ситуацию в таблице И то что произошло В последнее время В следующую игру Которую мы переиграли С Динамо Очень важная игра дома Тогда сегодня Очень важно было Чтобы не терять уже очек Но все знали Мы готовились к этой игре В таком настроении Что будет здесь очень тяжело Потому что команда Витебска С моей точки зрения Очень-очень сильная Прежде всего дома Но так получилось Что в первый тайм Скажем так Но он был решающий Для этой игры Нам мы очень быстро Забили два гола И считаю Что это был Очень важный момент Для этой игры Тогда мы немножко Подкатили С отверника Так считаю Дома И очень трудно Им было Вернуть В нормальный ритм Гры Но старались В другой половине Но Мы наоборот Мы старались Найти возможность На какой-то Контратак Еще в другом тайме Но не получилось Патеряли гол И в конце Было очень Очень опасно Но Игра Завершена Победа Три очка И смотрим вперед Спасибо Спасибо Сергей Михайлович Ваш комментарий матча Мы Слишком рано пропустили И слишком поздно Забили Наверное Это Самое главное Резюме Матча К сожалению Если взять Второй гол Пропущенный Мы не справились С индивидуально Сильным форвардом Соперника Который Обыграл И пробил Поворотом То Очень обидно Что результатом Первого взятия Наших ворот Оказались Прямо так Скажем Неприятные Стечения обстоятельств То есть Удар Рикошет Отскок И Где-то нам Не повезло Соответственно Получив мяч На первых минутах Вся стратегия Матча Вся Весь план Рухнул Совершенно Нужно было Перестраиваться В другой Футбол Играть И Ну в общем-то Перестроиться Нам удалось Во втором тайме Мы Немножко Сменили Приоритеты В ходе чего Смогли проводить Более острые Атаки Забили гол Ну повторюсь Еще раз Забили его Поздно Ну и Честно говоря Форов Два мяча Для такой сильной Команды Как Шахтер Это Слишком много Поэтому Такой результат Спасибо Уважаемые журналисты Ваши вопросы Бай-бай Слушаю вас Добрый вечер Меня зовут Антон Грибун Абай Хочу Поздать Марку Зуму Батарея С победой Учитывая Тот матч с Динамо С Славием Мозой Считаете ли вы Что Чемпионская гонка Выборна Спасибо А можете Повторить вопрос Я до конца Понял Учитывая Результат Сегодняшней встречи Динамо С Славием Мозой Считаете ли вы Что чемпионская гонка Выгодна А скажите мне Какие результаты Я не знаю Не знаю Потерял очки С Славием С Славием 0-0 сыграли А Не Ну Не 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 Еще Четыре Игры И Динамо Потерял очка В Мозоре Что интересно Для меня Как я смотрю На Белорусский чемпионат Что Но С одной стороны Но Видно Группа Лидеров В таблице Но с другой стороны Но каждая игра Такая Что счет Может быть И в одну И в другую страну Что Возможностей Очень много Тогда Я не согласен Что уже Чемпионат Завершен Кто будет Этим чемпионом Тоже не знаем Наверное Это Какий-то Маленький сюрприз С моей точки зрения Но Славя Тоже старается Выдержать В этой высшей лиге Тогда Тогда будет Так до конца Спасибо Сергей Михайлович Сегодня в первом тайме Мы сыграли Пять защитников Казалось Скажите Довольны ли вы тем Как мы сыграли Вот эту новую Тактическую схему В принципе Тяжело Ее оценить Объективно Потому что Естественно Это Тактика Рассчитанная На Контратакующую Игру И В целом Конечно У нас В первом тайме Несколько Контратак Было Острейших Которые Где-то Могли Закончиться Удачным Боле При удачных Действиях И голевым ударом Могли закончиться Но С другой стороны Мы Пропустили Два гола Ну Поэтому Говорит Что до конца Эксперимент удался Ну Язык не поворачивается Вот Кроме того В таком Ну При Форе В два мяча У соперника Эта тактика Я считаю Более оборонительная Поэтому Нам пришлось Перестраивать Еще Вопрос Пожалуйста Да Сергей Микас Скажите у вас Достижимо ли Еще Цель наша На этот чемпионат Сестое место Хотя бы Ну Я считаю Достижимо Теоретически И я знаю Точно Учитывая Две последних Игры Которые Мы может И проиграли Мы проиграли Лидером Чемпионата При очень Достойной Игре И при Массе Скажем так Созданных Голевых Моментов Это Вселяет Осторожный Оптимизм Я бы так Сказал Все-таки Соперники Остались У нас Менее Квалифицированные И менее Искушенные В атакующих Действиях Поэтому Мы Я надеюсь Очень Еще сможем Набрать очки И достаточно Этих будет очков Чтобы добраться До нашего Шестого места Кроме того Наши конкуренты Еще будут Играть И с тем же Шахтером И с Батэ И между собой На самом деле Ситуация Может быть Для нас На сегодняшний день Не совсем Удачно Складывающаяся Но Еще Ничего не решено До конца Я так считаю Еще вопросы? Да Добрый вечер С победой Скажите Во втором тайме Шахтер Немножко Тяжеловато Смотрелся И это Ввиду того Что Витебск Сильно давил Или Играли на удержание Счета Такая тактическая Зануха была Не Мы не хотели До конца Так Пассивно Играть Смотря На игру Вперед Ну это Сотверник С моей точки зрения Поменял Как тренер уже сказал Поменял тактику У нас У нас Была Такая идея Чтобы найти Возможность И забить Третий гол После Контрата Мы не хотели Мы отдали Мы отдали Инициативу Это была Наша Идея Но То Какая-то Игра В другом тайме Происходила Но Большинство Это Зависило От Этого Как Играет Витебск Сегодня Тогда Второй тайм Это игра Прежде всего Витебска А мы Пассивно Ждали На контратак Но Не получилось Спасибо Еще Вопросы Чем Вы можете Объяснить Плохую игру С применимыми Курентами Вашими Динамо Минск И Ботэ Соответственно Отсутствие Результата Спасибо Хороший Вопрос Я тоже Очень часто Думаю Почему Мы В этих Самых Важных Грах Не так До конца Не продаем Максимально Что можем Играть Так было В первой Игре С Ботэ И так Было Немножко С Динамо Может Еще Не хватает Время Чтобы Хороший На этот Вопрос Ответить Но Считаю Что Куда-то Небудь Надо Подумать И пойти В такую Струну Я вижу Это так Ботэ 13 лет Подряд Чемпионом Да Можно Сказать Что Большинство Игроков Которые В команде У нас Но Они Они Не знают Другой Ситуации Еще Они Не чувствуют Что значит Быть чемпионом И тогда Для них Порядок В мире Такой Чтобы Чемпионом Стоять И Может Не хватает Такого Психологического Хорошего Подхода Такой Такой Веры До конца В то Что Это Тоже Команда Которая Теряет Точка И Которая Можем Победить Считаю Что В этой Зоне Надо Искать Ответ На Ваш Вопрос Еще Вопрос Сергей Михайлович Многие Отмечают Качественный Футбол Витебска Но Мы Не Видим Результатов Которые Были В прошлом Году Чем Это Можно Объяснить И Чувствует В этой Командой Тренерский Штат Давление В связи С этим Возложено От руководства Насчет Давления Какое Давление Мы еще Не потеряли Шансов Занять Шестое Место Это Раз Второй Момент Если Посчитать Набраны очки В прошлом Году И в этом Мы Не стали Набирать Меньше Очков Мы На Сегодняшний День Находимся Если Сравнить Прошлогодний График Мы Находимся Приблизительно Даже Выше Чем В прошлом Году В связи С тем Что Мы Стали Играть В более Комбинационный Футбол У нас Появились Скажем Так Больше Проблем При Игре В обороне Против Нас Стали Активнее И чаще Играть На Контратаках А это Скажем Так Любимое Средство Достижения Результата У большинства Белорусских Клубов Ну и Третий Момент Я Хотел Я хотел бы Отметить Два Предыдущих Сезона Наш Вратарь Дима Гущенко Не просто Здорово Стоял В воротах А он Творил Что-то Даже Немного Сверх Естественное Потому Что Ну Там 50-60 Процентов Успеха Команды Зависело От него И В этом Году Если Вы заметили У нас Вратари Сейчас Играют По очереди По той Причине Что Вот это Сверх Естественное Чутье Его Способность В решающие Моменты Выручить Команду Она Как-то Так Немножко Отошла На второй план Пропала Хотя При этом Я не могу Принести К нему Претензий Каких-то Предъявить Таких Грубейших Ошибок Которые Встречаются У любого Вратаря В нашей Во всяком Случа Белорусской Лиги Я за ним Не замечал Но Именно Этого Куража Именно Вот Этого Чуть-чуть Нам не хватает Чтобы Сделать Кардинальный Рывок Вверх Вперед И Сыграть Намного Лучше Чем В прошлом Году То есть Мы Проиграли Немножко В надежности Хотя Стали Забивать Полтора раза Больше По сравнению С прошлым Сезоном Есть еще Вопросы? Нет? Спасибо большое Мы заканчиваем Нашу Преступрекцию Спасибо большое Спасибо большое Продолжение следует...